Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать. Мы начинаем круглый стол в редколлегии журнала «Альтернативы» с приглашением еще нескольких наших коллег. Этот круглый стол посвящен столетию образования СССР и 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Революция, которая стала не просто прологом, а основой, главной энергетической силой, источником энергии формирования нового общества, Советского Союза, как союза независимых и объединенных единой целью, единой борьбой, единым действием республик. Стала основой для серии социалистических революций во всем мире, для качественного изменения всего человечества. Я не боюсь этих слов. Сегодняшний круглый стол посвящен трем вопросам. Два из них будут соединены в первом раунде, который продлится немного дольше, поскольку вопросы принципиально значимые. Ну и третий будет заключать наш круглый стол. Это будет второй раунд нашего диалога, точнее разговора многих ученых. Итак, первые два вопроса. Что из себя представляет Советский Союз и как социально-экономическая система, и как союз государств? Можно ли сказать, что это был социализм? Если да, то какой? Если нет, то что? Можно ли сказать, что Советский Союз был империей? Если нет, то чем он был? Вот это первый круг вопросов. И второй круг вопросов. Что мы можем и должны, наверное, и должны взять в будущее из опыта СССР и рассматривая этот опыт не как прошлое, а наше обращение к нему не как ностальгию, а как ренессанс, творческое, критическое наследие, использование наследия для новых общественных, исторических, культурных условий. Начинаем наш разговор. Борис Федорович, вы готовы начать ответы? Ну, как говорили пионеры, всегда готов. Отлично. Итак, профессор Славин, пожалуйста. Что такое Советский Союз? Казалось бы, ответ всем очевиден, понятен, но после того, как данная модель, которая просуществовала сколько, около 70 лет, исчезла с леса Земли, и, конечно, есть смысл понять, что он из себя представлял с социальной точки зрения, с экономической и с другими точками зрения. Я думаю, что Советский Союз – это впервые в истории созданное объединение различных республик на основе интернационализма. Ничего подобного в истории никогда не было. Причем сам факт создания этого объединения, он был совершенно уникален, потому что это объединение складывалось сразу после и в ходе, и даже, ну, в основном после Гражданской войны, после революции, где все было обнажено до предела, все понятия, поэтому, когда образовывался социализм, а Ленин только в самом последнем моменте мог непосредственно коснуться этой проблемы в связи с конфликтом, который возник в Грузии, и связан он был как раз с созданием Советского Союза. Что это был за конфликт? С чем он был связан? Он был связан, прежде всего, с вопросом о том, как объединять республики, которые возникли исторически, которые были совершенно на различном уровне своего развития. Одно дело, центр и республики славянские, в которой достаточно развит был капиталистическое общество, и республики, положим, Кавказа или Закавказья, где еще родовые отношения были достаточно развиты. Вот отсюда рождались и разные точки зрения. И хотя инициатором, исполнителем объединения Советского Союза выступили компартии всех республик, которые объединяли в Союз, тем не менее он возникал в споре, в принципиальном споре, как должна функционировать эта новая общность и новое объединение. И здесь столкнулись две линии, которые, по-моему, потом определяли во многом и путь развития Советского Союза. Это линия, которая была связана и представлена Сталином, который видел Советский Союз как объединение, созданное по принципу автономии каждой республики, где главным таким демиургом была Россия. Многие республики выставляли при создании Союза, делали упор на развитие собственной национальности, ставили проблему, и отсюда вытекала проблема национализма, которая так или иначе проявилась при создании Советского Союза. И вот здесь помог, кавычка говоря, инцидент, который произошел в Грузии, на Кавказе, которым руководил в то время, был представителем Орджоникидзе. В Грузинской Компартии возник конфликт между стариками, грубо говоря, и новой, так сказать, молодежью, который поставил, возник в связи с тем, что в Грузинской Компартии в результате правления Орджоникидзе проявились такие великодержавные тенденции, которые во многом совпадали с тем, что высказывал теоретически Сталин о том, что Советский Союз должен строиться на принципах автономии, автономизации. К сожалению, многие современные руководители и президенты России, изучая этот вопрос, не совсем правильно поставили акценты. Дело заключалось в том, что он говорил, что была заложена мина своеобразная при создании Советского Союза. Этой миной, якобы эту мину заложил, так сказать, Ленин при создании Совета. И она рванула через там 70 лет, когда Советский Союз, так сказать, рухнул под воздействием тех факторов, которые сложились, так сказать, после перестройки. И что ответить на этот вопрос? Ответить на этот вопрос очень просто. Нужно посмотреть ту полемику, которая была в то время. Надо вам сказать, что исторически сейчас уже ясно, что происходило в то время. Была издана книга «Несостоявшийся юбилей», где созданы все возможные исторические факторы, которые учитывались при создании Советского Союза. Ну и прежде всего, главный фактор – это полемика между Лениным и Сталином по этому вопросу. Сталин оставил оппозиции великодержавности, еще раз повторяю, которая сводилась к тому, что все республики должны носить по отношению к России автономный характер, а Россия правящий характер. Ленин выступал совершенно обратной точкой зрения, непонятной для многих. Он говорил о том, что Советский Союз может продержаться и развиваться, как общество, строящее социализм, только при одном условии – если будут учтены интересы всех союзных республик, которые образовали это объединение. И здесь он выступил с резкой критикой великодержавности, которую представлял Сталин и против которого выступил лично Ленин. Причем в центральном руководстве партии началась острейшая полемика по этому вопросу. Часть коммунистов перешла на сторону Сталина, отставила эту тенденцию, тенденцию великодержавности, а другие отстаивали тенденцию интернационалистическую, тенденцию равного вхождения в союз всех республик, учет их. Это, может быть, наиболее ярко выявилось при том, как должен был функционировать этот Советский Союз. Ленин выдвигал точку зрения о том, что по очереди должны возглавлять центральные органы люди, так сказать, с мест. И здесь он выдвинул принципиальную критику против националистических тенденций и великодержавнических тенденций. Интересная роль Троцкого здесь. Троцкий, который занялся этим вопросом, он выдвигал близкую к Ленину точку зрения. И есть письмо Сталина, где он признал свои ошибки в подходе к созданию проекта Советского Союза, в том числе отвечая Троцкому. Не буду сейчас даваться по-прежнему, как он потом отказался от этой точки зрения и выступил критиком Троцкого. Но важно знать одно, что Ленин и Троцкий были два человека в центральном органе, руководящем, так сказать, нашей партии, которые отставили интернационалистическую точку зрения и выдвигали критику великодержавности, а не национализмы, которые фактически отстаивали сторонники Сталина. Вот в борьбе этих двух точек зрения победила точка зрения Ленина. И Советский Союз был создан, я хотел бы напомнить один момент, ведь Сталин был никем иным, как специалистом по национальному вопросу. Он руководил министерством, как современно говоря, который занимался проблемой, так сказать, национальных. Но, тем не менее, он ошибался. И Сталин признал критику Троцкого, а потом отказался. Но не говоря о том, что Сталин, конечно, не мог признать правоту ленинской точки зрения. Он часто списывал это на болезнь Ленина, хотя у Ленина была такая болезнь, которая временами приходила, а временами абсолютно уходила. И абсолютная чистота разума была, как говорил сам Ленин, характеризуя свою болезнь. Сейчас многие ссылаются на эту болезнь, что он был неправ, потому что не совсем правильно понимал ситуацию. Практика показала, что Ленин, как никто другой, правильно понимал ситуацию, выдвинув принцип интернационализма, не национализма, не великодержавы, а принцип интернационализма при создании Советского Союза, который предполагал равенство всех республик, вводящих в это объединение. Но для первого раза достаточно. Спасибо, Борис Федорович. Мы начали с выступления, которое, по сути, соединило вопрос о природе Советского Союза и о том, был ли Советский Союз империи. Я думаю, что если остальные выступающие пойдут по той же линии, это будет во многом правильно, потому что темы крайне взаимосвязаны, и мы можем также продолжить наш разговор. Ну, для того, чтобы полемика оказалась более очевидной, думаю, будет правильно, если Михаил Ларионович Воейков выступит со своей аргументацией, со своей позиции. Да, спасибо. Слышно меня, да? Да-да. Видно, да. Ну, я бы для самого начала процитировал бы не Ленина, не Сталина, не Троцкого, а профессора Колганова. Вот в последнем своей публикации, нет, это первый номер альтернатив за этот год, Колганов пишет, с точки зрения марксистской теории, объективные социально-экономические предпосылки перехода к социализму в России были совершенно недостаточны. Это очень правильно. Потому что если придерживаться марксистской теории и марксизма, то социализм в России был невозможен. Россия была феодальным обществом, и многие марксисты, грамотные марксисты в России, как Туган-Барановский, Бердяев, да и Ленин поначалу, они считали, что стадия капитализма проскочить нельзя. И русская революция 1917 года с двумя этапами – это была буржуазно-демократическая революция. Она освободила Россию от феодальных оков и проложила путь к развитию буржуазных отношений. И действительно, все годы, советские годы в России развивались и в Советском Союзе буржуазные отношения. Что я имею в виду под этим? Это материальное стимулирование, это выгода, это прибыльность, это торговля, оплата труда неравная, как социалисты хотели, а в соответствии с трудовым вкладом. Это все буржуазные отношения. Ничего плохого тут нет. Это намного лучше, чем феодальные отношения, которые были до революционной России. Но, к сожалению, феодальные отношения сохранились и в Советской России. И в современной России постсоветской они даже усилились. Потому что что такое феодальные отношения? Это когда начальник, господин и бог, и царь. Все люди, которые стоят ниже начальника, они смотрят снизу вверх на начальство и видят вельмож. А те люди, которые стоят наверху и смотрят вниз, они всех остальных людей рассматривают как рабов. Это до сих пор сохранилось в России. Поэтому Россия за все годы советские годы не смогла преодолеть остатки даже феодализма. Хотя буржуазные ростки были. Я, конечно, сторонник советского социализма, потому что он был намного лучше, чем сегодняшний бандитский капитализм, когда все воруют, страшная коррупция, и простой народ просто бедствует. И для меня советский социализм, СССР – это было мощное социальное государство. Но при очень жестком, так сказать, руководстве сверху. И, конечно, я не сторонник того, что был ли СССР империей. Это полная глупость. Это могут говорить люди, которые вообще ничего не понимают. Потому что не было никаких колониальных стран у Советского Союза. И наоборот, даже тем республикам, советским республикам, которые находились на более низкой стадии экономического развития, центр Москва помогали. Например, строились в Узбекистане, в Средней Азии, строились специально заводы для того, чтобы там люди имели работу. Это были невыгодные, нерентабельные заводы, так называемые планово-убыточные предприятия, текстильные. Но зато люди имели работу, жили у себя дома и могли спокойно и небедно существовать. Поэтому это, конечно, совсем не империя. Это полная глупость, кто так говорит, люди, которые вообще ничего не понимают. Но вот что было за общественный строй в Советском Союзе, это, конечно, очень важный вопрос. Потому что революция по марксизму, она не могла быть социалистической. После феодализма перескочить к социализму. Ну, народники, да, мечтали. Как Герцен писал, что зачем нам повторять путь Европы? Мы знаем, куда идти, и давайте сразу пойдем через русскую общину к социализму. Но на что Плеханов отвечал, что русскому крестьянину социализм, он непонятен и не нужен. Ему нужна земля. А земля... А 80% населения страны были крестьяне. А земля для чего нужна? Для того, чтобы производить продукцию и продавать ее. И русский крестьян на этом бы жил. Это была мечта крестьян. И самая главная проблема в революции 1917 года, это было, как отнять землю у помещиков, которым принадлежало чуть ли не 60% пахотной земли, и передать крестьянам ее для обработки. Эта революция, конечно, сделала. И первые годы, ну, если не считать гражданскую войну, первые годы НЭПа до 1925 года русский крестьянин жил очень даже неплохо. Те экономисты русские, которые эмигрировали, были противниками советской власти, подтверждали, что в 1925 году русский крестьянин жил очень хорошо. Так хорошо он никогда не жил. Ну, потом началась мобилизационная экономика, и крестьян стали, конечно, давить и резать. Но тут другой вопрос. Борис Федорович правильно поднял, что национализм или государственный патронализм, что должно быть. Тут другой вопрос. Потому что Россия и по экономическому и социальному развитию была, намного опережала многие союзные республики. И, так сказать, республик, которые были раньше туркестанцем в крае, в общем, было, еще феодализма не было. Они только в советское время дошли до феодализма, когда президент Узбекистана или генеральный секретарь Узбекистанской компартии был феодалом, которому все и все подчинялось. А в России все-таки уже был переход буржуазности и с такими все-таки хотя бы на словах социалистическими интенциями. Было это. И проблема в распаде Советского Союза состояла в том, что вот несогласованность исторического развития центра России, Советского Союза и периферийных республик. Ленин сделал гениальную вещь, когда предложил, значит, не централизованное управление, а дать как бы самостоятельность всем республикам, но при этом большевики, надо же знать, большевики во главе республик поставили национальную знать не простых крестьян или там скотоводов, а те, кто были богатые, были родоплеменные главы были. Это пример был Сокольникова, Григорий Сокольников, когда в Туркестанском крае был после Гражданской войны, где-то 19-й год, он там ввел боны, своеобразную валюту, но он сделал секретарями райкомов и горкомов партии местных беев, баев, которые возглавляли роды, и народ их слушался, потому что народ тысячелетиями привык слушаться этих баев. Но они стали теперь называться секретарь райкома партии, горкома партии. Михаил Ильич, я прошу пять выводов сделать, у нас 10 минут ваши заканчиваются. Хорошо, значит, выводы такие, что надо сначала понять, какой общественный строй был в Советском Союзе, и второе, понять, что же разрушилось. И на мой взгляд, тот строй, который он был, он все-таки был, основы его буржуазные были, этого строя, но с очень сильной социалистической окраской и фразеологией. Но, тем не менее, это было очень мощное социальное государство. Сейчас идет процесс ломки, но основы этого строя ломать не будут. Наоборот, буржуазность уже открылась без всяких прикрытий фразеологических, и она очень противна, эта буржуазность. Но от нее никуда не денешься, и я думаю, что в ближайшие годы ее будут все-таки приструнивать, эту буржуазность, тем, чтобы сохранить Россию как единое мощное государство. Спасибо. Спасибо, Михаил Лавенович. Я думаю, что вы спровоцировали достаточно мощную дискуссию, и сейчас она развернется, но я позволил бы себе все-таки несколько слов на правах модератора передать самому себе как одному из участников круглого стола, тем, чтобы заострить дискуссию. Принимая, пожалуй, ключевые положения, высказанные по национальному вопросу Борису Святошим Славиным, я категорически не принимаю большинство положений, высказанных профессором Ваейковым о природе социального строя Советского Союза. Дело в том, что, во-первых, Михаил Лавенович не видит ключевого отличия советской системы от буржуазной. Это ключевое отличие не те или другие формы, там, скажем, государственная собственность, директивный план или господство коммунистической партии. Хотя эти формы тоже важны. Формы не возникают на пустом месте, они могут не соответствовать содержанию, но сами по себе они явления, которые выбросить нельзя, исключить из анализа нельзя. Однако, самое главное не в этом. И Великая Октябрьская социалистическая революция, и победа во войне, которая была даже не гражданская, это была война с практически всеми империалистическими, ведущими империалистическими державами мира. И Антанта, и Германия с ее союзниками. Победа в этой войне, победа в Великой Отечественной войне над фашизмом, который захватил всю Европу. Да, с союзниками, но прежде всего наша страна. создание качественно новых отношений, нового человека. Все это результат явления, которое политэкономы, экономисты, а часто и философы, политологи не хотят видеть. О нем будет говорить подробнее, я думаю, Людмила Булавка, но я сейчас хочу сразу его сформулировать. Это социальное творчество людей, низов, трудящихся. Людей, которые сами творили историю, сами создавали новые материальные ценности, сами создавали новую культуру, новые общественные отношения. Эти люди получали от своего государства то, что стало золотым фондом социалистической практики. Получали от этого страну, которую они хотели защищать и защищали, не уклоняясь от призыва и едя добровольцам. Получали от этого гарантию занятости при всех перекосах, которые были в Советском Союзе. Получали от этого экономическое развитие, которое по своим темпам как минимум сопоставимо с наиболее передовыми странами того времени, а по советской статистике было более успешным по темпам. Получали от этого огромный скачок в главных областях развития человека. В культуре, причем не просто грамотности, а именно культуре, когда людей включали в творчество в самых разных формах, в возможностях проявить свой талант на производстве. Вот Андрей Колганов, я думаю, позднее скажет о удивительном количестве и качестве инновационных идей во время Великой Отечественной войны в предельно тяжелых условиях, которые были характерны. Во развитии науки и образования, особенно в конце 50-60-х годов, формировании человека, который, да, хотел решить для себя проблему дефицита модных товаров, а в ряде случаев даже и нормальных продуктов питания, да, хотел получать больше зарплату, да, был во многом мещанином, но главным в нем было не это. Во всяком случае, главной линией развития было не это. Главной линией развития было то, что этот человек был способен на реальную солидарность, на реальный интернационализм, на то, чтобы решать проблемы общества, а не только свои собственные личные частные проблемы. Вот этот компонент я бы сказал коммунистический компонент, компонент, который неслучайно был связан с именем коммунистов и с лозунгом коммунисты вперед в самых трудных условиях. Он был не единственным в Советском Союзе, но игнорировать его просто категорически нельзя. Это, мне кажется, грубая ошибка, если не хуже. Кажется, Андрей Иванович цитировал выражение «это хуже, чем преступление, это ошибка» или что-то в таком духе. Вот это я хотел бы подчеркнуть специально. Интернационализм в соединении различных республик базировался на этом. О том, что критерием развития производительных сил была не прибыльность, эффективность в капиталистическом измерении, а социальный эффект для страны в целом. и поэтому в Киргизии строили не только предприятия легкой промышленности, но и приборостроительные заводы мирового уровня. Был такое мне 50-летие Киргизской ССР. Я специально взял сегодняшнюю страну, которая вынуждена бытийствовать в условиях исхода мужчин и женщин и их работы на самых тяжелых сферах в России и не только в России. Это ситуация, когда было очень много перекосов, но когда принципы диалога присутствовали. Диалога наций, диалога культур, когда деятели искусства Прибалтики ценились во всем Советском Союзе. То же самое касалось Грузии, то же самое касалось Чингиза Этматова. Когда ученые ехали в самые разные республики для того, чтобы там развивать науку из России или из Украины или наоборот из Средней Азии куда-то, это формировалась другая модель общественных отношений. Это результировалось в том, что общенародная собственность давала таки людям фундаментальные вещи. Первое безопасность. В современных условиях, я думаю, все почувствовали, что это такое. второе, гарантированную занятость. Третье, стабильный рост качества жизни, хотя были страшные периоды, да, были, но в целом это качественный рост, качество жизни, извините, качественный скачок в качестве жизни. давало доступ гарантированный, бесплатный, равный к базовым ресурсам развития, здравоохранения, образования, жилье, отдых, что тоже немаловажно, спорт, что тоже немаловажно, искусство, что тоже немаловажно. Вот эти компоненты игнорировать нельзя. Другое дело, что они все и всегда развивались, и тут Ваейков отчасти прав в условиях, когда в силу минимальных предпосылок в стране действительно все они были бюрократически деформированы, и базой для этой бюрократической деформации был мелкобуржуазный, а в ряде случаев и патриархальный импульс, вектор, не импульс, наверное, вектор, сохранившийся от столетий империи феодальной и раннего развития капитализма. Ну и последнее о материальных предпосылках, маленькометологический посткриптум. Давайте не будем забывать, что капитализм возникает не только на базе развитой индустрии. Первые буржуазные революции – это революции в условиях господства ручного труда и отсутствия машин вообще Нидерландов. Начало капитализма в Великобритании – это ситуация, когда машина является исключением. То же самое касается многих других стран мира. Это период, который Марс специально четко квалифицировал формальное подчинение труда капиталу. По форме труд капиталистический, наемный, и капиталисты его эксплуатируют. По содержанию, производительные силы, характер труда остаются старыми, добуржуазными, феодальными. В этих условиях идет борьба буржуазных и феодальных форм в общественной политической жизни. В каких случаях буржуазия даже достраивала то, что не доделал феодализм? Как ни странно. Нечто методологически сходное было в Советском Союзе, потому что действительно в центре, отчасти на периферии главный импульс развития постсоциалистической траектории лежал там, где была развита индустрия и где был творческий труд. Действительно промышленный пролетариат и действительно рядовая разночинная как говорили в России интеллигенция, стали драйверами, выражаясь современным языком, развития по социалистическому пути, постепенно подтягивая туда всех остальных. То, что большинство было другим, да, это обусловило мутации, деформации, трагедии, преступления, но главный вектор от этого не изменился. Вот отсюда квалификация как мутантного социализма, того, что было в СССР. И слово мутация в данном случае означает опережение. Опережающая мутация, забегание вперед, а не какой-то уродец просто сам по себе, да, просто в неблагоприятных условиях новый вид становится по неволе приспособленным к старой обстановке и отсюда развивается не самым благоприятным образом и в не самых благоприятных формах, деформированных формах от рождения. В этом нет руганий, в этом нет критики, точнее, есть критика, но диалектическая, марксистская. Вот это главное, что я хотел сказать. И поэтому имперскости не было. был общий бюрократический феномен. Феномен бюрократического подавления инициативы социального творчества красной линии истории. В разной степени развитый в разных частях Советского Союза. По-моему, ты начинаешь уже третье выступление. Все, я заканчиваю. Но не таким образом, что кто-то господствовал над кем-то в республиканском плане. Господствовала скорее общесоветская бюрократия над всеми. И была она по национальности самой разной. И грузинской, и украинской, а где-то еще какое-то, если говорить об отраслях или региона. Все, извините, я увлекся. Андрей Иванович прав, меня надо было остановить. Так, кто готов к битве, коллеги? Андрей Иванович Колганов, которого процитировал Ваейков и процитировал Бузгалин. давайте я тоже процитирую Бузгалин и процитирую Ваейкова свое. Александр Владимирович Бузгалин произнес, на мой взгляд, очень правильную фразу, что Михаил Ильинич Ваейков отчасти прав. Остается только разобраться, а в какой части он прав. вот выступление Александра Владимировича я увидел очень много справедливого. Да, пожалуй, практически все сказанное им было справедливо, но то, что было сказано, не отвечало на главный вопрос, а вот все им перечисленное, какое оно место занимало в структуре базовых, фундаментальных социально-экономических отношений советского периода. На этот вопрос Александр Владимирович почему-то не ответил. У Михаила Ильинич есть свой ответ на этот вопрос, он считает, что да, такого рода явления, конечно, существовали, но они не могли изменить фундаментальной буржуазной капиталистической природы тех отношений и тех материальных основ этих отношений, которые были характерны для послереволюционной России, поскольку она их унаследовала от России имперской. А перепрыгнуть через сложившийся уровень производительных сил в одночасье невозможно. Что я могу сказать по этому поводу? Да, безусловно, Россия с точки зрения ее социальной структуры была страной докапиталистической. Но стоит заметить, что капиталистический уклад в экономике России производил чуть больше половины ее валового продукта. То есть он был ведущим с точки зрения экономической генетики. Поэтому называть Россию страной феодальной по меньшей мере не точно. Тем более, что те экономические отношения, которые можно характеризовать как докапиталистические, в России уже в полном смысле слова феодальными не были, они были полуфеодальными или переходными. Это первое, что я хотел бы заметить. Второе, я совершенно согласен с тем утверждением, которое и я выдвигал, и которое выдвигает Михаил Зарьонович, что материальные предпосылки для социализма в России были недостаточно. Но это не значит, что они вовсе отсутствуют. Они были в той степени, в какой в России была развита крупная промышленность, транспорт, связь, банковская система. Все это создавало определенные предпосылки для социализма. И, собственно говоря, большевики и не предполагали с самого начала, что они моментально сделают из России полуфеодальной России социалистическую. Они предполагали, что социалистические преобразования, если не будут происходить, то лишь в тех узких пределах, которые определяются наличием материальных предпосылок для этого, а все остальное будет достраиваться потом и в течение достаточно длительного исторического периода. Михаил Ильон считает, что достраивать потом это совершенно невозможное и неприемлемое с точки зрения марксистской теории задачи. Я считаю, что это не так. Это вполне приемлемо с точки зрения теории. Другой вопрос, что на этом пути никто не дает гарантии, что этот путь будет успешным. И Владимир Ленин в целом ряде своих поздних выступлений на партийных форумах неоднократно говорил о том, что вероятность капиталистической реставрации в России существует и она вполне реальна. Не только с точки зрения внешнего вмешательства, но и с точки зрения внутренней динамики социально-экономических отношений. Он четко ставил вопрос, что мы не решили вопрос, кто кого. Кто сумеет быстрее сорганизоваться? Большевики или растущие силы капиталистического уклада, которые неизбежно есть, которые неизбежно будут расти, потому что для них есть колоссальная подпочва в виде мелкого производства, которое охватывает большую часть населения. Фактически мы имели дело с ситуацией, когда в России одновременно разворачивались две революции, социалистическая и капиталистическая. И какая из них станет преобладающей, это был открытый вопрос. и шансов на успех социалистической революции, прямо скажем, было меньше. Что в конечном итоге история и подтвердила. Потому что социалистическая революция, которая первоначально имела гораздо более мощный импульс, социальный и политический импульс, чем капиталистическая, потому что деятели, возглавлявшие капиталистическую революцию в России, позорно обанкротились в семнадцатом году. Буржуазия, как претендент на положение господствующего класса, потеряла всякое доверие. Но не потеряла экономическую почву. Поэтому социалистический импульс первоначально выглядел да и являлся таковым значительно более энергичным, значительно более мощным. Он сумел очень глубоко перепахать вот эту полуфеодальную полукапиталистическую российскую почву и создать очень многие структуры социалистического типа. Но под многими из этих структур не было адекватной базы. Причем стремление форсированными темпами эту базу создать принесло существенные результаты, но не полные. Давайте обратимся не к двадцатым и тридцатым годам, а давайте обратимся к годам пятидесятым и шестидесятым. Что мы видим? мы видим не до конца механизированное, да даже и к семидесятым и даже к восьмидесятым годам двадцатого века, мы видим не полностью механизированное сельское хозяйство. Причем не полностью механизированное даже в общественном секте. А при этом стоит учесть, что значительная часть валовой продукции сельского хозяйства в Советском Союзе производилась мелким производством в личном подсобном хозяйстве. Второе, ну хорошо, это сельское хозяйство, а промышленность? А в промышленности примерно половина занятых было занято тяжелым ручным неквалифицированным трудом. Это что, производительные силы социалистического общества? Нет. Это производительные силы недостаточно развитого капиталистического общества. Может на такой базе успешно развиваться прогресс социалистических производственных отношений? Нет, не может. Социалистические производственные отношения с точки зрения их формального господства могут продержаться и на таком базисе, если будут благоприятные условия для их дальнейшего существования и развития. Но таких благоприятных условий, к сожалению, не сложились. те основы капиталистического развития, которые не были преодолены в Советском Союзе, они безусловно действовали в сторону создания разрыва между основной массой населения и господствующим классом бюрократии. Они безусловно порождали как в основной массе населения, так и в среде бюрократии мелкобуржуазные буржуазные интересы и потребности. И это все подрывало основы советского строя. Если бы речь шла о социалистической эволюции хотя бы в большинстве развитых стран Европы, возможно, ситуация была бы для нас более благоприятна, хотя я даже и в этом не уверен до конца. Но, к сожалению, изолированная советская страна, вслед за которой пошли потом тоже далеко не самые развитые страны, не могла рассчитывать на такие тепличные условия для выращивания социализма на недостаточные материальные базы. И в конечном итоге случилось то, что случилось. Об имперском характере. Безусловно, с моей точки зрения, Советский Союз по своей государственной системе империи не было, несмотря на все имевшиеся перекусы. Судьба Советского Союза как не имперского государства зависела в прямой степени от того, на какие социально-экономические отношения эта государственная система будет опираться. До тех пор, пока социалистическая тенденция в Советском Союзе играла существенную роль и была до какой-то степени преобладающей. Эта неимперская государственная модель вполне могла существовать на основах Братского Союза народа. Но приходилось считаться с тем, что объективные основы для буржуазного и добуржуазного национализма тоже никуда не делись. Эти проблемы прорывались в советской истории и можно было видеть их проявление в любой республике Советского Союза. В том числе и были такие территории, где проявления буржуазного национализма приобретали очень существенный масштаб. Если можно, давай минуту завершать. Поэтому когда сама советская система стала разваливаться, вот эти ростки буржуазного и добуржуазного национализма, которые были придавлены в период существования СССР, они расцвели пышным светом и привели к развалу Советского Союза. Теперь о том, что взять из истории СССР. Я думаю, мы оставим эту тему специально по второму кругу пройдем. Хорошо? Давай. Или отложим на следующий круглый стол. Не думаю, что это было бы хорошо. Хорошо. Пройдем по второму кругу. Так, я думаю, что надо пригласить наших ленинградских товарищей. Григорьевич Абрамсон заранее прислал свои материалы. Вы готовы, Иосиф Григорьевич? Ну да, я попытаюсь быть кратким. Иосиф Григорьевич Абрамсон. Мне очень понравились все три выступления, которым начался наш форум. И ваш Александр Ильич, и Илья Ивановича, и сейчас вот то, что мы слышали, Андрей Иванович. Еще был славен Борис Федорович в начале. Да, Борис Федорович начинал, совершенно верно. Все хорошо. Вот мне поэтому очень, так сказать, тревожно, что я могу оказаться уровнем ниже. Но ничего, так бывает. Значит, что мне хотелось сказать. Мир развивается в противоречиях, поэтому не может не быть противоречивым наш сложившийся строй и вообще тот социализм, который возник у нас. И когда он был назван Гузгариным мутантом, это было правильно, но это естественно. Мутант был естественным. Это первое. Второе, очень интересна такая тенденция, которая вообще существует в истории человечества. Вот мы знаем формационную теорию Маркса. Все ей верны, она никем не провернута, и это всеми подтверждается. Но интересно вот что, что каждая новая формация начиналась с того, что были опережения ее. И это опережение, это просто естественная вещь. Всегда, когда условия вроде бы недостаточны, уже появляется новый уклад, который не должен вроде бы появиться. Вот смотрите, Парижскую коммуну, какое? Это было совершенно абсолютно невозможно. Нет, она появилась, и если бы ее не было, это была первая циталистическая революция. Она была нужна, она была факелом, который возбуждал движение революционное. И вот так все время. Кстати говоря, и в науке тоже так. Всегда новое появляется тогда, когда оно еще непонятно, что это правильно или неправильно. Когда Эйнштейн озарила теория относительности, которая у него просто появилась сразу, как только он посмотрел, что происходит с противоречиями электромагнитной теории, так никто не понимал ее. И вообще, что это такое? Это вообще выдумка какая? А потом постепенно поняли, почему это, как мы могли этого не понимать? И квантовая теория совершенно не... Макс Планк, который был начальником квантовой теории, он не понимал, что произошло через 20 лет после того, как он наш... он придумал, придумал, а когда он существует потом, а он его придумал. И это очень интересно. Все развивается вот таким образом. Поэтому и в экономике вероятно мы не можем сейчас удивляться, почему так получилось, что в неподготовленной для капитализма, для социализма стране возник капиталистический строй, который, правда, сразу же, благодаря тому, что надстройка опережала базис, он в этом надстройка симулировала вот тот самый базис, который в конце концов укрепился. А ведь вначале действительно и НЭП был не случайен, и очень нужен, и это было нужно именно потому, что социализм был не вовремя, вроде бы. То же самое с Китаем получилось. Китайский вообще потрясающий НЭП. сейчас они действительно мощнейшая держава стала, но благодаря длительному своему китайскому НЭПу. В общем, это все очень интересно и, конечно, требуется, я думаю, что возникнут большие новые научные труды, которые будут обобщать то, что случилось сто лет назад и что, что произошло за эти сто лет в процессе развития. Игорь Григорьевич, спасибо. Вопреки вашим скромным предварительным ремаркам, я думаю, вы только что продемонстрировали научное открытие, а именно гипотезу о том, что все новое рождается тогда, когда для него еще нет предпосылок или нет достаточных предпосылок. Вот так. Это касается научных теорий, это касается художественных идей, это касается новых общественных систем. Наверное, это можно отнимать к тому, что происходило с рождением буржуазной системы. Это действительно великая идея, которую надо зафиксировать и как-то развить. Так что, пожалуйста, на вас историческая ответственность за решение этой задании. Александр Владимирович, Калашников поднимал руку, а вы не заметили. Сейчас, да, сейчас я буду рад предоставить слово профессору Калашникову, а сейчас я хотел просто напомнить еще одну идею, которую высказал Андрей Иванович Колганов, а именно то, что развитие социалистических отношений на капиталистическом материально-техническом базисе возможно, но оно будет неустойчивым, чревато поражением и возможно только при благоприятных внешних условиях. Вот, знаете, очень много гениальных ресурсов, там куча нефти, куча алмазов, куча еще чего-нибудь, да, и вот тогда получится, да еще и вокруг все добрые и пушистые. Ну, я чуть-чуть преувеличиваю, чтобы снять очень высокий градус напряжения нашего круглого стола. А сейчас давайте перейдем к историческому, может быть, ракурсу, хотя у нас все одновременные историки, философы и политэкономы. Пожалуйста, Владимир Калашников. Ну, все-таки формально я единственный из вас историк, и это обязывает мне хотя бы некоторые коллективы вносить ваши исторические оценки. Они у вас действительно, ну, для историков иногда странно звучат, по-честному, без обид только, да? Ну, вот, феодализм. Феодализм в России закончился с отменой крепостного права в 1861 году. Но политэкономы знают, что феодализм это внеэкономическое принуждение. Вот с этим было покончено. В стране с этого периода доминируют буржуазные отношения. Вы также прекрасно знаете, буржуазные отношения шире, чем капиталистические. Капиталистический уклад формально не доминировал в России, если брать состав ВВП. Но он доминировал как уклад, который диктовал правила игры, в том числе и трудовому крестьянству, потому что втягивало трудовое крестьянство не капиталистическое по своей природе, в капиталистический рынок. Вот в 70-80-е годы были огромные споры среди историков с математической обработкой вообще всех принципов ведения крестьянского хозяйства. И выводы были сделаны однозначно. Если можно микрофон чуть подальше, а то фонит он чуть-чуть. Обычно меня плохо слышно, поэтому... Вот так хорошо, да. Отлично, да. Вот это первое такое краткое замечание. Второе замечание. В России был минимум объективных предпосылок для перехода к социализму, и Ленин их блестяще учел в своей концепции переходных шагов к социализму. Это абсолютно четко. Не введение социализма, апрельские тезисы вспомните, это невозможно, это было абсолютно ясно всем, в том числе и Ленину. А вот соединение борьбы за демократию с базовой социализм и использование общедемократических шагов для постепенного перехода к социализму. И социализм построен, вопрос решен. Если мы сторонники ИСТМАТа, мне странно, честно говоря, слышать эти споры. В СССР был построен ранний вариант социализма потому, что были уничтожены эксплуататорские классы, был устранен принцип распределения общественного продукта по капиталу и доминировал, хоть и в примитивной форме, принцип распределения по труду. Ну, это четко, вся концепция формации настроится на том, что есть три формы, ну, четыре формы или четыре принципа распределения. Уравнительный, иерархический, доминирующийся в феодальной конструкции, капиталистический распределение капиталов и социалистический распределение по труду. Ну, вот вы ответьте мне на вопрос, что было в СССР в любой период, 20-е, 30-е, 40-е, 80-е годы, какой принцип доминировал? Могли существовать все в разных пропорциях, но доминировал один, все, значит, формально вопрос решен. Либо мы говорим, мы эсмак не признаем. Значит, был ранний вариант социализма, спора никаких. Можно ругать, там, казармины, там, что угодно, но это вторая проблема. Он был. Ну, честно говоря, меня это даже мало всего интересует. Вот для меня главное, другое, что не прозвучало, хотя вот Александр Вадимович этого начал, я сказал, ну, очень точная такая оценка, замечательный посыл, сейчас все за нее уцепятся. И тезис ушел. А что такое? СССР – продукт Октябрьской революции. Я хотел бы этот тезис по-другому сформулировать. И доказательство ее необходимости. Вот центральный, по-моему, тезис, который сегодня играет очень большую роль в нашей идеологической борьбе. Дело в том, что Россия в 20 веке не могла развиваться быстро в случае развала того единого хозяйственного комплекса, который сложился на рубеже 19-20 веков. Ну, в рамках называемой индустриализации ВИТЭ. Вспомните, что это был за комплекс. Новая топливометаллургическая база была создана на юге Украины. Донбасс – Кривой Рог. Она давала 90% всего угля, добывавшегося в России, и 70% металла. Нефтяная база современная была только в Баку и чуть-чуть в Грозном. И Баку и Грозный, как вы понимаете, это не русские губернии. Это Закавказье и Северный Кавказ. Северо-Запад – это металлообработка с центром в Петербурге. Москва – это текстильный поезд страны. Хлопок – Средняя Азия. Значит, ни один из этих элементов единого комплекса не имел равной и быстро находящейся взаимознамения. Все. Значит, если империя распадается, все развиваются медленно. И Россия больше всего страдает от этого распада. Так вот, большевики были единственной политической партией, единственной политической силой, которая могла собрать распавшуюся империю. Ну, правда, иногда говорят, да империя могла бы не распаться. Если вы занимаетесь 1917, 1918, 1919 годом, четко скажете, что она распадалась. Как распалась Атаманская империя, как распалась Авторенгерская империя. Вот Польша была уже потеряна в 1915 году. Великое отступление русской армии. Из Польши все ушли. Поляки не вернулись бы никогда, ни при каких условиях. Более того, они хотели границы от мужа до мужа. То есть, границы, которые они потеряли в эпоху Екатерины II. По первому разделу, не говоря же о втором и третьем. Что было с Финляндией? Финляндия была великое княжество, которое было соединено с Российской империей. У нее личный император всероссийский, царь московский был великим князем Финляндии. После того, как Николай II отказался от престола, финны имели полное право ставить вопрос о том, а как они будут связаны с Россией. Их позиция была тоже очевидна. Они хотели уйти. Мы для них были чужие. Но самое страшное было, конечно, Украина. Самое страшное, потому что летом 1917 года Керенский, Терещенко едут в Киев и там получают ультиматум фактически в приличных формах. Но это все было сказано. Украина должна создать свои национальные части. Она будет в составе обновленной Российской Федерации, но она будет независима. И территория Украины будет строиться на основании переписи населения 1897 года. Вот там, где по этой переписи больше украинцев, чем других, это будет территория Украина. А это знаете что? Это вход до Ростова и Курск и прочее, прочее. Другое чего? И, конечно, когда они уехали оттуда, из Киева, где там рассказали в правительстве, о чем шла речь, они просто вышли в отставку и спровоцировали июльские события, июльский кризис. Вот эти моменты, они абсолютно точно говорят, что распад империи после падения самодержавия был запрограммирован. Кто мог собрать? Было три политические силы, три проекта. Первый – это кадеты. Единая неделимая. Попробовали в гражданскую войну. Все белое движение строилось на базе принципа. Единая неделимая. Проиграли специалисты-историки по гражданской войне говорят, что одна из основных, если не основная причин поражения Деникина при походе на Москву – это была политика по национальному вопросу. Он залез в Украину и оттуда не вылез. А если бы не залез, может быть, и взял Москву. Это не решало бы итоги гражданской войны, но операцию наступления на Москву могло решить. Вот это была первая, полностью перечеркнутая концепция. Вторая концепция – это были эсеры, которые выступали за федерацию. Но эсеры уже к 1917 году, как к осень 1917 года, были ничтожной силой. Это раз. И самое главное. Дело в том, что национальные партии эсеров, которые формировались в 1917 году во всех бывших губернах Российской империи, они все выступали с точки зрения сепаратизма. Прямого или скрытого. Что такое Радок? Кто диктовал вот эти требования к Еремску? Это украинские социалисты. Украинские эсеры и украинские социал-демократы. И они говорили – национальная украинская армия. А когда они приехали на учредительное собрание в январе 1918 года, знаете, во-первых, кто приехал? Больше ста делегатов было избрано, депутатное учредительное собрание было избрано от Украины. Приехало десять. Приехали с установкой. Ни за что не голосовать, ни под чем не подписываться, а заявить, что надо провести учредительное собрание в каждой национальной республике и затем собрать Союз народов России. И там принимать все окончательные решения. Вот это была позиция украинцев, социал-демократов и эсеров украинских. А большевики собрали на выборах учредительного собрания Украины десять процентов, то есть ноль. Украина уходила. Вот, то есть распад был запрограммирован. Как собрали? Собрали только после того, как в период гражданской войны на всей территории Российской империи возникло целый ряд независимых государств. Вот большевики, опираясь на идею власти Советов, собрали военно-политический союз этих государств. А затем превратили в СССР. Почему? Почему у них получилось? Ответ только один. В условиях гражданской войны идеология классовой солидарности всех бедных против богатых было единственным средством противостоять идеологии национализма. Вот другого инструмента не было. И вот они это использовали великолепно. Вот поэтому не надо, кстати, увеличивать расхождение между Лениным и Сталином. Это такая была хитрая игра. Почему Ленин ни разу не возрастил Сталину до того, когда стало ясно, что возник такой конфликт? Да посмотрите, что было написано в программе партии. Автономизация. Сталин четко выполнял программные требования партии большевиков, которые были подтверждены на прессе конференции 1917 года. И весь 1917 год подтверждали. Он ничего от себя не придумал. Он просто, ну, не будет говорить тупо. Ну, так вот. Жестко выполнял эту установку. И когда... Потому что Ленин сам был сторонником унитарного государства. Слово «федерация» у большевиков в программе не было. Она появилась только в Декларации прав трудящихся эксплуатированного народа в январе 1918 года, когда было понятно, что по-другому не получится. Тогда появилась федерация. Она вошла в Конституцию. Но опять же, федерация чего? Республик в состав России. Я вот сейчас, я прочитаю, выпишу вам эту самую. Вот Конституция РСФР 10 июля. Она повторяет декларацию. Глава 1.2. Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, как федерация советских национальных республик. То есть Российская Республика должна была включить все национальные республики. Что Сталин и пытался сделать. И Ленин ничего ему вначале не говорил против. А когда он познакомился с позицией Мандивани, грузинской ЦК, и главное, с позицией украинцев, потому что промолчали только белорусы. Украинцы были категорически против. И скандал возник в Грузии, в горячей грузине. Я прошу прощения, выводы. Этим я заканчиваю. Только тогда была изменена позиция. И было сказано, да, ребята, делаем не РСФСР, а делаем СССР. Союз Советских Сосеристических Республик, в которых на равных входят бывшие все национальные республики. Ну, спасибо большое. Извините, если я перебрал. Спасибо огромное. Я креплю, поэтому, простите, я простужен немножко. Да, очень важное выступление. И более того, я бы просил вас подготовить небольшой текст на 9 тысяч знаков. Я попробую его опубликовать в московском комсомольце. Как ни странно, не публикуют в свободной трибуне неожиданные выступления. Это сейчас будет удивительно важно, если они согласятся. Вот дословно то, что вы сказали про то, что невозможно было сохранить, иначе как при помощи Советского Союза. Так, продолжаем. Людмила Алексеевна Булавко-Бузгалина. Так, сейчас одну минуточку, друзья. Во-первых, я приветствую всех, очень рада вас видеть. И хотела бы поблагодарить профессора Калашникова за блестательное выступление. И, может быть, даже сделать серию каких-то, ну хотя бы пару лекций для наших марксистов, для марксистов Центра марксистских исследований МГУ. Это было бы просто чрезвычайно полезно. Я теперь очень коротко хотела бы сказать. Подходить к проблеме СССР, обходя диалектический метод, это заведомая обреченность на подмену анализа, серьезного анализа, оценками. И вот тогда начинается либо, и тогда полемика превращается в такую бессмысленную, беспощадную войну оценок. Вот мне кажется, очень надо как-то помнить об этих ловушках, не диалектических методов, какой бы методологию они не представляли. Второй момент я хотела бы сказать. Здесь я подчеркнула бы правоту и значение выступления профессора Калашникова, что смотреть на СССР надо с позиции самого генезиса этой страны. Этой системы я дошла, не страны, а системы. Именно генезис. А в основе генезиса лежала Октябрьская революция, которая задала такой поворот, поворот налево всей мировой истории, в рамках которого оказалось возможным становление красной линии мировой истории. И вот этот поворот, поворот на социализм, а ведь социализм – это система переходных отношений. И эта переходность не существовала, не ограничилась только 20-ми годами. Она была в 30-е, все время на протяжении. И в связи с этим я хотела бы подчеркнуть, что сегодня в нашей стране, когда уж какое там социальное творчество, какой уж такой социализм в лучшем случае, такой в худшем случае догматический, ориентация идет на главные ценности, выделяется главное значение СССР – это сильное государство. Причем сильное, понимается, большими территориями. Это большая страна, но это, кстати, большая страна и сильное государство. Но, кстати, это выделяет как две главные характеристики определения, дающие основания определять СССР как империи. СССР никогда не было империи, об этом чуть-чуть попозже. Так вот, я хотела бы сказать, что вот это движение по красной линии, а ведь революцию-то, вот все предпосылки для следования по этой красной линии, оно же было задано Октябрьской революцией, которую делали люди. Это не просто какое-то трансцендентальное событие, это делали люди, живые люди. То есть этот фактор субъектности истории здесь работал в полную мощь. Так вот, в связи с этим, я хотела бы сказать, что же лежало в основе тех преобразований 20-х годов, которые породили мощную социальную энергию везде, в культуре, в политической жизни, в гражданской войне. Вот что это было за социальная энергия? А эта социальная энергия была порождена тем, то есть сутью вот этих преобразовательных процессов, которые я миную разочуждение. Но вот за этим каким-то, казалось бы, непонятным словом стоит то, что большевики – это первая политическая сила, которая связала две вещи очень важных. Становление человека как субъекта истории, как субъекта социальных преобразований. И связала вот с той мощью развала, в которой оказалась страна России после гражданской войны. Когда Герберт Улсп приехал, он сказал, да не революция меня потрясла в первую очередь, а именно масштаб этого развала. И вот как связать оставшиеся, сохранившиеся формы отчуждения, которые были унаследованы еще от российской, монархической России, и вот этого индивида, который только что вышел из вонючих окопов первой мировой гражданской войны, вот они связали. Связали так, что теперь это созидание нового мира, скажу так немножко с пафосом, нового мира, оно было связано с преодолением, со снятием господствующих форм отчуждения. Ну вот буквально два-три примера скажу, потому что это такое значимое. Ну, например, в рамках «Долой безграмотности», ой, «Долой безграмотность» в 18-м году издается 4,5 миллиона тираж, 4,5 миллиона букварь для неграмотных взрослых. И этот букварь 2,5 миллиона – это на языках народов России. Другие примеры, например, вот еще такой пример скажу. Общий заводский комитет Вятской губернии принимает решение о подчислении части зарплаты рабочих, причем это сами и заводские рабочие выступали с этой инициативой, для организации курсов для безграмотных мусульман. В Вологодской губернии уездный исполком принимает решение выделить средства на изготовление зырянских шрифтов, потому что местное население читать не может. Понятно, что металл тогда был очень дорогой. Проблема с бумагой огромная. Примеров этих можно привести. Занимаясь этими практиками преобразования в 18-м, 19-м, 20-х годах, прочитывая эти журналы этого периода, удивляешься, какой масштаб этих низовых инициатив, или, скажем, низового почина. Так вот, в основе генезиса советской системы лежало отношение, преобразование, связанное с преодолением господствующих форм отчуждения. Вот откуда именно это стало основой интернационализма. Интернационализм в советской системе возник не потому, что большевики сказали, а вы знаете, они полюбители нам интернационализма, ничего подобного. Он имел материальную основу. Потому что, когда в основе системы лежит деятельность, то уже неважно, татарин ты, еврей, русский, украинец, если ты находишь решение сложнейшей проблемы, человек оценивался по этому. Второй момент. Именно вот это отношение разочуждения породило разочуждение, породило появление и предпосылки для появления нового типа культуры, которой до этого в истории мировой культуры не было. Советская культура. Советская культура стала формой, она была не просто частью мировой культуры, она стала формой всемирной культуры. Вот почему Козинцев привез в Англию фильм «Гамлет», на что критики, там были собраны представители разных критических направлений, что посмотрели, сказали, ну, конечно, все это замечательно, но... И вот выяснилось, что они произнесли фразу, эти критики, которые никогда не поверили, что такое можно было возможно, они сказали, это лучше «Гамлет» за всю мировую историю постановки этой трагедии. Почему? Да потому что «Гамлет» там был, ни еврей, ни русский, ни татарин, ни грузин. Ставилась проблема человека, человека как некой всеобщей ценности. В следующий момент, без этого, вот этот интернационализм, возможно было бы появление стихотворения Светлова «Я хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать». Вот это возможно было, когда Цветаева сказала, что это мое лучшее произведение, настолько она разделила вот идею этой Гренады Светловской. Кстати, Майковский читал это, он и редко кого-то читал, Светлова читала это произведение. Следующий момент. Возможно ли было вот без этого включения в преобразование этой реальности, а сама жизнь с ее проблемой заставляла включаться, проблема от налаживания узкоколеек, решения бездомных детей и так далее, и так далее. Возможно ли был вот этот посыл и потребность в культуре? Потому что, как показала история, вот, пожалуйста, в 70-е годы у нас было огромное, высокообразованное общество, доступ к культуре, и люди сами являли собой субъекты, казалось бы, культуры. Но была ли это потребность в социальных преобразованиях? Конечно, нет. Вот социальные преобразования стали импульсом к формированию важнейшего отношения потребности в культуре. Не просто освоение, не просто доступ, а именно включение в культуру с потребностью стать субъектом культуры. Вот где была критика. Это был такой подход, был причиной такого сильного принципиальной дискуссии между Лениным и Богданом, когда Богдан говорил, давайте сначала образуем народ, пусть он станет образованным культурным, потом революция. Ленин сказал, принципиально отрицал это. Включение в преобразование становится фактором, предпосылкой формирования потребностей в этой культуре. И уже почти заканчиваем. Я хотел бы подчеркнуть еще раз. Вот почему, приводя эти основные положения, доказательства, что в основе лежала энергия и импульс созидания жизни, не просто у себя в деревне, а в мире. Масштабы были, когда деревня рассматривалась как мир, мир как моя деревня. А не просто как, давайте думать, как сейчас говорят, давайте думать о нашей стране. Это неправильный совершенно подход. Так вот, вот эти все социальные импульсы, они подчеркивают еще раз, что в основе СССР лежала не национальная идея, не религиозная идея и даже не идея сильного государства. Это было потом. Не потом, это было как следствие. На что, пожалуйста, вот Ленин пишет. Буржуазное государство сильно тем, насколько оно может бросить массу туда, где, ну, на войну, в качестве этого пушечного мяса. А в наших государствах сильно сознательностью масс. Можно ли говорить о том, что у нас тогда было буржуазное общество? Нет, конечно. Сознательностью масс. Отсюда Ленин выделяет деньги на те же рабочие клубы пролеткульта, больше, чем на высшую школу. Отсюда преобразование происходит в первую очередь в сфере даже культуры, культурная революция. И вот, заканчивая, хочу сказать, что нельзя забывать, то есть, ну, этот неправильно сказал, рассматривать социализм как в СССР, вот эту красную линию, как уже какой-то построенный дом, в котором мы теперь смотрим. Там штукатурка отваливается, здесь угол какой-то недоделанный. Это принципиально неверно, потому что, правда, либералы говорят, мы построили не дом, а барак, но неважно, подход-то один, не дилектический. Становление. В той мере, в коей, возможно, было становление этой красной линии, в той мере был этот социализм. Поэтому был социализм, одни говорят, другие, его вообще не было. Это, по сути, одна и та же позиция. Так вот, неважно, она либералом представлена или другими взглядами и так далее. Вот в коей мере было становление. Остановление было в той мере возможным, когда индивид имел две ипостаси, как субъект социальных преобразований и как субъект культуры. Вот тогда эта красная линия утверждала себя. Но утверждала она себя в борьбе с серой линией, с этим мещанством. И она оказалась очень опасной. И когда это мещанство, серая линия сгущалась, она превратилась в черную. Поэтому отрыв индивида от культуры или от социальных преобразований оборачивался всегда катастрофой, обломом этой красной линии. Образованное общество 70-х годов СССР не спасло нашу страну от распада вот этой красной линии. Поэтому здесь мы еще раз получаем подтверждение. Диалектическая связка истории и культуры, которая была воплощена человеке, именно новом человеке, который победил фашизм. Вот то, что победил фашизм, ни одно капиталистическое государство не победило фашизм, оно работало на него. Вот то, что СССР победил фашизм, это победил ни татарин, ни еврей, ни русский, ни украинец. Это победил советский человек. Это победил новый человек. Вот это еще доказательство того, что это красная линия была. Как она доминировала на разных этапах нашей страны, это уже другой вопрос. Спасибо. Спасибо, Людмила. Есть, может быть, потребность в профессиональных знаниях, в грамотности, но не в культуре, где ты сотворец, даже если ты просто читаешь книгу или смотришь кино. Вот эту связку я хотел бы еще раз подчеркнуть. И давайте мы пойдем дальше. Александр Владимирович, можно буквально два слова в качестве реплики маленькой? Да, пожалуйста, Борис Федорович, а я сейчас посмотрю, кто хотел бы поднять руку. Весьма уважаемый мной Владимиром Калашниковым. Вот он, так сказать, в полемике, видно, со мной, я так понял, сказал, что нет, между Лениным и Сталином не было противоречия. Якобы все исходили и по Конституции исходили из того, что все входят на правах автономии в России. Так в этом же корень вопрос. И гражданская война показала, что не лепится эта модель, которая была Бухариным придумана вместе со Сталином. Не лепится. Что лепится только одна модель, когда уважается точка зрения противника в национальном вопросе. Поэтому Ленин и выдвинул идею смены власти в известности мне руководителя власти последовательно каждому. Он прямо писал, это же нужно прекрасно понимать, что надо абсолютно настоять на том, что в союзном ЦИКе председательствовали по очереди русские, Украине, из Грузины и так далее. Абсолютно вошли. Это он пишет, несмотря на свою болезнь. Пересматривая все. Я не буду здесь даваться подробностей о том, к чему сводились последние отношения между Лениным и Сталином. Они были принципиально противоположны. И без этого мы не поймем нашу современную проблему. Не поймем, если не поставим на первый план идею интернационализма и уважения национальной особенностей, входящих в Россию или в Советский Союз, каждого члена. Вот это я хотел сказать. Спасибо, Илья Федорович. Я думаю, Владимир Владимирович, если захочет поучаствовать в полемике, у нас будет второй круг. Так, у нас Сорокин, Биске и Эпштейн. Вот Давид Беркович поднимает руку. Пожалуйста, Давид Беркович. Потом, Андрей, вы готовы к выступлению? Потом Сорокин и затем Георгий Сергеевич Биске. Пожалуйста, Давид Беркович. Только микрофон включите, пожалуйста. Микрофон включите, Давид Беркович. Он не слышит. Так слышно? Да, все отлично. Спасибо. Я, честно говоря, в некотором, так сказать, затруднении. Ну, во-первых, потому что решили и на вопрос, что такое был СССР и, значит, был ли он империй, отвечать вместе. Но регламент Айсан Беркович не добавил. Значит, получается, что... Все говорят минут по 12, так что вот давайте придерживаться примерно такого регламента. Ну, вот, и есть еще тот аспект, что грешным делом я услышал тут, ну, не могу сказать, что это принципиально новые, но все-таки прозвучали как основополагающие два положения, по которым я хотел бы, если не возразить, то во всяком случае обсудить их поподробнее. Ну, я начну все-таки с небольшого куска того, который я подготовил. Сам, секундочку, значит. СССР, что же был такой СССР? СССР был государством, в котором большевиками в очень сложных и противоречивых исторических условиях была поставлена цель построить социализм в России. И он строился так же сложно и противоречиво, какими были условия, в итоге был построен к началу 60-х годов только, когда был преодолен сталинизм, сталинщина. Это был, что важно, своего рода социальный эксперимент, когда базовые характеристики будущего строя были узким слоем революционной интеллигенции, взятые из книг, из марсистской теории, а затем внесены в общество, как идеи равенства, справедливости, братства, объединения богатых, чтобы устранить неравенство богатых против бедных. Это вот то, на что обратил внимание Калашников, что очень важно. Но он строился на почве экономики, социальных отношений и традиций относительно страны, относительно отстающей, отразивающей страны общества. Теория предполагала несколько иной уровень развития, базовый для социализма, но ведь и сама теория была в тот момент лишь предвиделем и априорной гипотезой, и многое в ней, на мой взгляд, оказалось утопическим. Поэтому и процесс строительства, и достоинства, и недостатки его получились соответствующими. Есть и то, есть и другое. И поэтому, на мой взгляд, вполне можно говорить о раннем социализме, имея в виду вот то, в частности, что напомнил Александр Владимирович Бузгалин, что и капитализм не сразу строился лет 600, так примерно. И началось задолго до даже английской буржуазной революции итальянские банки, итальянские компании, которые начали торговлю по всему миру и так далее. Замечу, что и в более развитых странах после опыта СССР под социализмом уже стали понимать нечто другое, так что мы не сможем, к сожалению, остановиться на том, что понималось под социализмом в СССР. Значит, по поводу социалистичности СССР, ну тут уже многое было сказано, но я, к сожалению, вынужден констатировать, что имеется много определений социализма, подавляющее большинство которых несостоятельно в том смысле, что частные характеристики, предсказанные кем-то из классиков или из крупных деятелей, которые выдаются за необходимые и достаточные свойства социализма. То это бесклассовое общество, общество, где нет товарного производства и денег или нет найма рабочей силы, общество, где отмирает государство или общество полного социального равенства, нет деления управляющих и управляемых, общество с максимальной производительностью труда и так далее, и так далее. Значит, и тут мы вправе обратиться к Марксову определению социализма, все-таки, ну как одному из базовых, и оно, на мой взгляд, таково. Социализм – это тип производственных отношений, ассоциированное производство – такой тип, которое строится на общественные собственности, на средства производства. Что означает ассоциированное производство? Это производство в интересах всех, в интересах благосостояния и полного всестороннего развития всех. А для своего осуществления оно требует такое производство подчинения производственных процессов, в том числе распределительных, этой цели – полного благосостояния и всестороннего полного развития. А для этого существенная часть средств производства должна принадлежать обществу в целом, которое на первых этапах представлено государством как органом общественного управления. Эти средства производства являются общественными ровно постольку, поскольку государство использует их в указанных целях. По определению, такие средства производства и такие отношения не могут быть неплановыми. И мы должны признать, что такие отношения и были построены в СССР к началу 60-х годов, когда в основном был период, покончено с периодом эксплуатации крестьянства городом, эксплуатации, которую Бухарин назвал военно-феодальной, но, наверное, не только он один, но не ранее. И это был действительно принципиально новый способ производства и новый тип производственных отношений. В нем нет и в помине найма в прежнем капиталистическом смысле, найма рабочей силы, ибо нет отношений капиталиста и рабочего, хотя бы потому, что и капиталиста нет. Общество в лице государства – это не капиталист, потому что не преследует целей накопления как такового, в отличие от капиталиста. Цели иные – общественное благосостояние и полного развития. И работник действует здесь не на свой страх и риск в системе, а от него требуется инициатива, но ему и гарантируется поддержка. Что касается идей теории номенклатуры как собственника, как класса управляющих, которая, к сожалению, и здесь прозвучала, бюрократический класс, вот он был, так сказать, ведущим, то она опровергается всей практикой планового хозяйства, реального, а не вымышленного распределения общественного производства. Но номенклатура действительно управляла производством монопольно или почти монопольно, лучше или хуже, но она никогда не перекачивала в значимых масштабах общественный продукт только в свою пользу или существенно в свою пользу. Я это в своих статьях и книге доказываю подробно, конкретными цифрами, анализом реальных экономических процессов. Поэтому на этом можно возразить, что достоинства СССР были воспроизведены в развитых странах мира в 60-80-е годы, но при этом эти страны остались капиталистическими. Отчасти это так, но ведь это была именно реакция на появление СССР, в первую очередь, и его практические действия в интересах трудящихся уже в 20-е годы. Тогда в ряде стран Европы к власти пришли, это были 20-е, ну а прошлые и 30-е годы, социал-демократические или социалистические партии, и они под влиянием СССР осуществили серьезные реформы, которые были продолжены уже и после войны, также под влиянием победы СССР. И в этом смысле я утверждаю, хотя это утверждение вызывает почему-то крутые возражения, что мировая революция состоялась не в смысле победы коммунистических восстаний, восстаний, так сказать, организованных коммунистической партией, а именно в смысле существенной, важной, принципиальной трансформации капитализма в разных странах, и этот тип стал ведущим, а также победы компартии и социализма в СССР, но затем победы компартии в Китае. И надо учитывать, что не все преимущества СССР получили развитие в капиталистических странах, и в капиталистических странах они, как мы знаем, частично были потеряны в 70-х годах. Многое, но не все, и основы социального государства сохранились. А вот теперь я хочу перейти к тому, что меня, так сказать, вот заставляет, я услышал, ну не первый раз, конечно, значит, два таких течения, что ли, романтических, в определенном смысле, я бы сказал. Александр Владимирович настаивает на социальном творчестве, как основной характеристике социализма, обобщая это, и ведет, так сказать, в эту сторону, развивая эту мысль. А Андрей Иванович говорит, значит, и тут он прощается с Карлом Генриховичем Марксом, что индустриальное производство не может быть базой для социализма. Будущее некое, так сказать, творческое, где творчество станет главным, вот это будет базой социализма. И это я тоже рассматриваю как своего рода романтизм, то есть романтизм передвинутый вперед. Вот мы романтизируем это вот будущее производство, когда индустриальное производство перестанет быть главным, значит, ну мне представляется, прежде всего, это слабо доказано. И в определенной мере также и нуждающимся в исследовании. Я вижу, что как раз развитые буржуазные, ну капиталистические страны достаточно успешно справляются с решением задач, так сказать, развития науки, творчества, адаптируют вполне их в свой, так сказать, строй и в свою социальную систему. Как раз, значит, в этом смысле советской системе не повезло. Но она, хотя мы и говорим о социальном творчестве, она ведь была построена на лишении двух типов, на лишении большинства трудящихся двух типов прав. И это кардинально. В первую очередь политических. Ну, при всем том, что была демократия определенная, производственная и определенное равенство богатого с бедным, рабочему давали возможность выступать на совещаниях, его же тащили туда. Но, тем не менее, это были формы регулированные и зарегулированные, так сказать, партией бюрократии своего рода. И это в конечном счете и сказало. Это вот то социальное творчество, которое требовалось в 70-е и 80-е годы, оно это вот, эта система придавливала. И в итоге воспитала трудящихся, которые не готовы. Но ведь и экономическая деятельность подавляющего большинства была таким взглядом на социализм, как исключительно нетоварное, как строго производство, где сверх идет план централизованный, который является обязательным для каждого предприятия, так сказать, вплоть до мелкой булочной. И эта система, на мой взгляд, это совершенно теперь доказано экономически несостоятельно. И социализм будущего, безусловно, будет сочетанием и мощного государственного сектора, и очень сильного рыночного механизма, взаимодействие которых только и обеспечивает нужные темпы и дает шансы, по крайней мере, на развитие, эффективное развитие производства в современных условиях. Вот это надо тоже учитывать. Поэтому, когда мы говорим, что революция развила инициативу МАС, она была в первую очередь, особенно в 20-е годы, развита именно благодаря вот этой идее преодоление бедняками, эксплуатации, отчуждение, отказа от деления на богатых и бедных. Но, так сказать, эта идея постепенно, ну, к ней привыкли, грубо говоря, и она была реализована в системе социальной, так сказать, обеспеченности СССР. А дальше нужно было развивать новые идеи, нужно было вот хотя бы в тех направлениях, о которых я сейчас, на мой взгляд, говорю. Ну, но вот к этому система была не готова, она была забюрократизирована. Но не в том смысле, что ты начальник, я дурак, то есть, наоборот, я начальник, ты дурак, а именно в том смысле, что были жесткие шоры наложены предыдущим, так сказать, пониманием сталинским донатизированным марксизма и ленинизма тоже. Вот, пожалуй, на этом я остановлюсь. Спасибо. Спасибо, Давид Беркович. Мне очень хотелось бы с вами поспорить, но надо выполнять функции модератора. Одну секундочку. Можно еще две минуты? Вот те обещанные по вопросу о империи и не империи, да? Спасибо. Значит, конечно, СССР не было ни в каком смысле империи. Империи, ну, в таком более-менее понятном. Можно придать ему смысл, как крупная многонациональная страна, которая, наоборот, стремится к себе пригласить и, так сказать, дать условия для развития всех. И, с другой стороны, где есть сильная централизация власти. Вот эти аспекты, безусловно, имеют место. И для России это характерно было, и для СССР тоже, так сказать. Генеральный секретарь, вот за ним и первое, и последнее слово во всех начинаниях. Значит, но чего не было при всем равноправии наций, пожалуй, это не моя мысль, я ее где-то вычитал, и она меня, так сказать, до сих пор волнует. Было стремление поднять отстающие прежде нации до уровня, видите, дать равноправие, но не было именно стремления создать единый народ, единую нацию, что потом позволило бы, значит, удержать. И в этом смысле Сталин предчувствовал вот эту, к сожалению, интуицию, не к сожалению, к счастью, интуиция у него была мощнейшая. И он вот стремился максимально создать силовые шоры для того, чтобы национализм этот когда-нибудь не распер, не разорвал СССР. Ну вот, однако это, к сожалению, произошло. И именно по инициативе России, вот что интересно, в первую очередь Россия. Андрей Верхович, две минуты закончились, хорошо. И это не поддержали республики Среднеазиатские ни в коей мере. Они как раз были против вот этого развала. Спасибо. Спасибо. Остается немало открытых вопросов. Все сразу обсудить невозможно, но у нас есть еще двое выступающих и второй круг. Да. Пожалуйста, Андрей Александрович Сорокин. Ну, я, наверное, буду достаточно кратко. Вступающие передо мной профессоры достаточно подробно осмотрели различные аспекты. Но в первую очередь я буду стараться отвечать на постоянные вопросы. Но с моей точки зрения, СССР это было переходное смешанное общество, которое решало специфические задачи индустриального этапа развития. То есть в силу каких-то историй, я не буду сейчас углубляться в исторические особенности, вот она, история дала такую форму решения задачи индустриализации. Но не просто решение задачи индустриализации, но во многом забегание вперед социально-политических, социально-экономических вопросов. То есть это специфические условия, которые, наверное, уже вряд ли можно исторически повторить. Ну, самая, я думаю, большая проблема, которая была характерной в СССР, это отсутствие внутреннего механизма развития. То есть во многом это было вот сохранение вот этих социалистических, какие-то продвинутых в социальной сфере отношений. Это было во многом связано с формой политического, идеологического устройства государства. И мы можем видеть, что смена поколения, вот смена поколения революции, смена поколения войны, и произошла вот эта буржуазная реставрация. То есть не было основы, то есть это держалось именно на каких-то вот таких идеологических постулатах. И закончились поколения, которые эти постулаты как бы через революцию, через войну пронесли, и закончился вот советский период в нашей истории. И отсюда я бы хотел отметить то, что, наверное, вот в будущем будет очень важно для, так сказать, нового левого движения, таких новых процессов. Это действительно, и здесь уже несколько раз об этом говорили, несколько раз об этом подчеркивалось, решение национального вопроса. То есть сейчас, с моей точки зрения, мы, не только мы, но и мир, вступают в период ростного национализма, формирование новых империалистических центров, Китая, Индия, дележка, так сказать, позиций в мировом рынке со старыми империалистическими центром, Россия пытается здесь что-то, как говорится, занять какую-то нишу. То есть вот это мы, с моей точки зрения, мы вступаем в эпоху национализма, не знаю, насколько она будет продолжительной или нет, в эпоху национализма и демонтажа социального государства. Я достаточно пессимистично настроен, по крайней мере, на ближайшие десятилетия. И что из этого выйдет, учитывая расползание ядерного, уже проще, не очень ясно. Вот здесь вот опыт России, как страны, которая в какой-то степени, во многой степени, решала и решила проблему существования достаточно... Андрей, извините, я на секунду прерву. Все-таки Россия или Советского Союза? У вас оговорка прозвучала о России. Вы имели в виду Советский Союз, наверное, да? Нет, Россия, я имею в виду, что она пытается сейчас занять свою нишу. Нет, потом вы сказали, что опыт России в решении национального вопроса. Я думаю, что вы имели в виду Советский Союз. Ну да, скорее всего, Советский Союз, не Россия, естественно. То есть Россия тоже, это сейчас очень ярко видно, будет усиливаться националистический дискурс. То есть мы, это вот, то, что сейчас происходит на Украине, это даст резкий рост национализма и на Украине, и у нас. То есть это уже, думаю, неизбежно. И когда вот эта волна национализма скрынет, вот этот опыт, богатый, неоднозначный, с моей точки зрения, опыт, но он понадобится. Потому что здесь все-таки в рамках СССР удалось решить даже вот ту же правду, ведь это был как бы такой микромир. То есть в СССР были страны третьего мира, страны первого мира. Здесь решали задачи, пускай они не до конца были решены, но во многом, если можно посмотреть на ту же Советскую Среднюю Азию и тот же Афганистан, Пакистан, которые были в начале 20 века примерно на одном уровне развития, можно заметить, какой был сделан значительный рывок. Поэтому вот этот опыт, с моей точки зрения, будет для будущего, это очень важный будет играть роль. Ну, насчет империи, вот этот вопрос империи, я думаю, что нет, конечно, Советский Союз не был империей. Хотя здесь надо, наверное, все-таки было начать с определения самого понятия империи, так сказать. Ну, даже из всех мне известных понятий империи, я думаю, СССР этому не соответствовало. То есть, из того, что я хотел сказать, мне больше интересно в опыте СССР, это как раз опыт национального строительства, межнационального существования, межнационального развития. Спасибо, Андрей. Давайте мы будем двигаться ко второму кругу. Первым в этом движении станет Георгий Сергеевич Биски, который, я думаю, соединит и первый, и второй круг. Тем более, что Андрей Сорокин уже стал говорить о позитивном опыте Советского Союза. Биски в первом круге еще не выступил. Вот он сейчас будет выступать в первом круге. Я, очевидно, замыкал из первых рук. Да, и, может быть, включите сразу вопрос о том позитивном, что нужно взять из советского опыта. Вот если начать как раз с того, с чего начинал Александр Богимирович в отступительном слове, действительно, чем был СССР. Это действительно была первая попытка создать на месте традиционной империи добровольный союз народа. То есть новый тип государства, в котором нет эксплуататорского класса, есть общая собственность и есть сотрудничество трудящих со слоев, разных слоев, конечно. Ну, это смелая была попытка. Она была возможной, благодаря чему я не буду сейчас подробно говорить, я, наверное, с этим согласятся. Но самое главное, что действительно всегда все начинается с первых попыток. Борисская коммуна, это, значит, попытка штурмовать небо по-настоящему, но ведь уже через 100 лет в середине 20 века некоторые европейские революционеры резонно, в общем, отметили, что для того, чтобы достигнуть чего-то, надо требовать невозможного. Ну, вот мы потребовали того, что, как выяснилось, по крайней мере, через 80 лет было еще не очень возможно и добились довольно многого. Самое главное, что надо сказать. Ну, с чего мы добились, значит, все-таки действительно в 20-м столетии в условиях экономического, финансового и военного превосходства, мирового капитализма, в той самой настоящей империи, с которой мы сейчас имеем дело, значит, неизбежным является уклон вот такого социалистического первичного государства в сторону оборонного социализма. Оборонного социализма. Он передает классе управляющему слою. Внутри этого слоя возникает имманентное, неизбежное стремление вернуть себе свободу и возможность хозяев капиталистов. Трудящиеся нижние классы в основе этого еще индустриального уклада, а местами даже вот и доиндустриального, как мы действительно сегодня слышали резонно, сохраняют в отличительной мере психологию наемных работников и даже конкурентность в национальных отношениях. Я имею в виду, конечно, все то, что говорил Александр Владимирович по поводу социального творчества, просто не буду этого повторять. Это часть того, что мы имели в Советском Союзе, другая часть, вот то, что я сейчас назвал. Так что вот, как бы я определил реальный советский строй, вот то, что называлось советским коммунизмом, хотя, конечно, это никакой не коммунизм, но поскольку мы слово коммунизм, потому что там веки очень часто употребляли и действительно не совсем точно употребляли, но это на самом деле, в общем, государственный мобилизационный социализм. Это, конечно, не капитализм. Тут мы все с этим, наверное, соглашаемся. Вот этот самый государственный мобилизационный социализм Бак-Тан-Тро-Алек, он был способен преобразовываться в ту или иную сторону. Ну, собственно говоря, любая вот такая формация, любой общий строй, это настолько сложная система, что попытки на него воздействовать и воздействовать на него с какой-то одной стороны вызывают часто совершенно разнообразные, в том числе непредвиденные типы реакции. Так вот, значит, какие возможны были преобразования? Коммунистическое преобразование. Вот как раз через социальное творчество, через воспитание ответственности работников всех уровней на своем рабочем месте и, соответственно, пропорционально передачи максимального количества функций, которые они могут выполнять. Вот это вот и есть то самое участие кухарки в управлении государством, о котором всегда марксисты говорили. А вторая тенденция, которая произошла, возвращение в государственный капитализм. После некоторых колебаний, после этой вот разрухи 90-х, после власти, конечно, самых неприятных элементов, скажем так, мы все-таки видим сейчас восстановление государственного капитализма, которое эксплуатирует даже не столько труящихся, хотя и их тоже, сколько природный ресурс со стороны, защищенный вот этой самой военной системой, и с присвоением природной рентой коллективной верхушкой. Вот это, собственно говоря, характеристика нынешнего строя, который пока реализуется. Вот это, как бы, ответить вам первый вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Что касается второго вопроса, был ли СССР империя. Ну, мы все кому-то бы согласны, что слово империя тут неуместно и неудобно, неудачно. Мы должны иметь в виду, что многие, скажем так, левые националисты, даже сталинисты в том числе иногда, и подъявляют слово, значит, империя по отношению к Советскому Союзу. Говорят, да, славная империя, она унаследовала традиционную российскую форму власти. Она находится во главе уникальной евразиатской цивилизации, или, по крайней мере, должна находиться. И она должна опираться на православную идеологию. Примерно так, в общем, это звучит. Вот это та самая, вообщем говоря, достаточно влиятельная, авторитетная группа идеологов, которая сейчас имеет широкую трибуну, с которыми нам всем приходится иметь дело. Во всех местах, где приходится что-то подобное оттуда. Ну, какие аргументы мы должны привести против? Тот, кто на них сейчас звучали уже, значит. Во-первых, конечно, империя – это такое образование, которое извлекает ресурсы. Сурсия она извлекает из колонии или из периферии. В России, конечно, имперское настоящее царство так и происходило, чтобы там не говорили про ее славные традиции. Вот, и это извлечение в том числе имеет цель и укрепить власть через поддержку империи, населения, метрополии. Это очень важно по отношению к любой империи, конечно. Вот именно такая мировая империя действительно складывается сейчас на берегах северной части Атлантического океана. По сути дела, это уже мировой империализм, как мы его, собственно говоря, называли раньше, но теперь он приобретает гораздо более унифицированную форму, чем когда-либо, наверное. Ну вот, собственно говоря, с этой империей приходится иметь дело. Значит, она, конечно, правит миром с помощью своих финансовых возможностей, она имитирует мировую валюту, пока еще вот за это место ее взяли как раз немножко, но еще не очень надежно. И тем самым она закрепляет свое превосходство, своего бытия, чем не только материального. Она имеет возможность выкачивать еще и духовные, интеллектуальные, научные ресурсы из стран периферии, и таким образом обеспечивает продление своего существования. Вот это вот и есть настоящая современная империя. А Советский Союз такой, конечно, не был. Он набросил политику выравнивания уровня жизни, порсирования развития хозяйства и культуры, порсивства и территории, включая периферийную. Кстати, в этом же часто националисты русские его же и обвиняют. Георгий Сергеевич, если можно, про позитивный опыт СССР, чтобы сразу перейти ко второму кругу в течение двух-трех минут, что бы вы взяли в будущее, в социализм будущего из СССР? Что бы я взял? Речь о советской ностальгии, конечно, о том, что мы действительно можем взять для социализма будущего из нашего. Две вещи, собственно говоря. Это чувство общности судеб всего народа, неразделенного классовыми перегородками. То, что мы потеряли за последние 30 лет. И, конечно, имущественное неравенство, которое мы сейчас проявили таким образом. И второе – это ощущение постоянного неуклонного роста качества жизни, которому следует добиваться. Не только материального уровня, конечно, но в первую очередь. Ну, не буду говорить первую, потому что это бывает разное время по-разному. Это действительно качество жизни. Это здравоохранение, это хорошее образование. Это, конечно, низкие цены в магазинах, которые хотели, чтобы не росли его постоянно, так, как это сейчас. Вот это вот то самое настроение, которое, значит, создаёт готовность и часто даже осознанное желание гражданина работать на общее благо. Делать нечто полезное для всех даже не получается. Это прямой, личный материальный выгод. Вот это то, что мы должны взять, эти вещи, и тогда мы будем двигаться в сторону коммунистической формации живого вещества. А вот насколько быстро мы туда придём, и что это такое вообще, это надо сейчас специально отдельно обсуждать. Пока мы живы, будем двигаться, трассу, по крайней мере, двигаться в эту сторону. Вот так. Спасибо, Георгий Сергеевич. Мы переходим, уважаемые коллеги, ко второму кругу нашего разговора. Я хотел бы предвосхитить немножко выступление каждого несколькими репликами. Реплика номер один технического свойства. Пожалуйста, давайте ограничимся максимум тремя минутами. Мы уже и так работаем два часа. И вторая реплика содержательная. Мне кажется, можно и должно говорить не о ностальгии, а о ренессансе, то есть движении вперёд. Вот этот термин «ренессанс СССР», это то, на чём настаивает и справедливо обоснованно Людмила, я думаю, очень важен. Я даже уверен, что он очень важен для видения будущего. Я также хотел бы попросить ваши критические замечания в адрес ваших коллег, товарищей по нашему обсуждению включить в вот этот же второй круг ремарок. Давайте мы посмотрим, кто у нас хотел бы принять участие в этой второй части нашего разговора. Пожалуйста, поднимите руки электронные или физические, как вам удобнее. Людмила точно хочет, Борис Фёдорович хочет Славину поучаствовать. Колганов, Биски. Я уже, наверное, высказал. Вы, наверное, уже высказались. Хорошо. Ну, практически все, я думаю. Ну, давайте тогда начнём с Бориса Фёдоровича Славина опять и в похожем порядке, примерно в том же порядке пойдём с короткими репликами. Борис Фёдорович, пожалуйста, вам слово. Я, наверное, не очень понял хорошо, так сказать, задачи, которые вы поставили перед нашим общим обсуждением. Я думал, что всё-таки проблема Союза будет на первом плане выходить. Его распада. Вот. А все остальные теоретические вопросы, они, конечно, очень важны. Без них неужели. Возможно понять возможность ренессанса. Борис Фёдорович, ну, так сложилось. Да, я пытался поставить оба вопроса, но вот исторически, то есть фактически получилось так. Ну, я не буду подробно тогда останавливаться на истории, так сказать, вопроса, хотя без этого невозможно понять. Я считаю, я буду говорить очень мало. Я считаю, что вся история Советского Союза есть история борьбы двух тенденций. Тенденции вот великодержавной, так угодно вы хотите, которая затем проявилась в сталинском режиме, и тенденции ленинской, основанной на интернационализме. Без этого мы не поймём всю историю Советского Союза. К сожалению, ростки, которые были заложены Лениным, так или иначе определяли именно социалистичность нашего общества. Их можно наблюдать и в развитии культуры, и в развитии экономики, и в энтузиазме, и в роли, так сказать, молодёжных организаций и так далее, и так далее. То, что мы связываем с идеей социализма, как творчество массы. Вот эта тенденция позитивная была. Её не смогли, так сказать, удавить и раздавить многие, так сказать, отходы от понимания социализма, как интернационального общества. С другой стороны, вторая тенденция, о которой я говорил, которую я называю великодержавной тенденцией, которая далека от социализма, от демократии, она-то и послужила тем пасхудным камнем, который привёл к крушению Советского Союза. Хотите вы или нет, после... Коллеги, выключите, пожалуйста, микрофон, кто не выступает хорошо, чтобы не мешать записи Борисовича Славина. Извините, Борисович, пожалуйста. Хотят этого или нет, но вот эта борьба этих двух тенденций, в конечном счёте, и была сконцентрирована в 80-е годы, когда Горбачёв пытался вернуться к Ленину, вернуться ко временам, так сказать, НЭПа в какой-то степени, вернуться к демократии, которая была рождена революцией. Но к тому времени сложились совершенно другие силы в обществе нашем. Сама демократия, в этом противоречивость, что борьба за демократию в известной степени ослабила многие другие вещи, в частности, связанные с экономической жизнью общества и так далее. И вот в борьбе, которая развернулась в 80-е годы, где сложилось три силы, которые определяли этот ход. Я имею в виду тех, кто отстаивал проблему, так сказать, перестройки и обновления Союза. Тех, кто пытался вернуться назад ко временам Брежнева и Сталина. Это был ККЧП. И, наконец, либеральная тенденция, которая сначала не обладала большой силой, но постепенно поддержанная Западом, сыграла свою решающую роль. И это проявилось знаменитых беловежских сидельцев, когда был отмененный союз как форма интернациональная. Новому обществу, буржуазному обществу, которое отстаивало, так сказать, либералы у нас в стране, нужна была совершенно другое представление, так сказать, от России. И они отстаивали это, и она одержала победу. Плоды этой победы мы сегодня видим. Никакой демократии не получилось, а получился, так сказать, возврат к тоталитарному обществу. А к чему ведет это тоталитарное общество, мы скоро все о своем узнаем. К сожалению, в трагическом виде. Вот на этом я бы хотел закончить. Спасибо, Борис Федорович. Очень важные ремарки, которые даже суммировать невозможно, поскольку это квинтэссенция такой, очень густой бульон. Давайте продолжим наш разговор. Может быть, Михаил Ларенович Воейков, который и прошлый раз был своего рода антиподом, профессора Славина и Бузгалина. Пожалуйста, Михаил. Спасибо. Да, я антипод, потому что надо исходить из реальных вещей. Но вот профессор Бузгалин говорит, энтузиазм у нас был, во-первых, или социальное творчество. Ну, такое творчество было и во Франции, и в Италии, во многих странах европейских. Но у нас не было такого творчества, потому что 80% были крестьяне, они читать не умели. Какое там творчество? И до сих пор рабочий класс в России спит. Не надо забывать, что шахтерские забастовки во время перестройки послужили очень сильным ударом по Советскому Союзу и по всему, всей системе. Это рабочий класс был. Поэтому тут надо осторожнее говорить. Что, значит, главное, что, собственно говоря, развалилось с распадом Советского Союза и советской власти? Мне кажется, развалился, упал вот эта фразеологическая или социалистическая одежда, в которых рядились советские олигархи. Есть такой термин, социолигархизм был в Советском Союзе. То есть те люди, которые сидели наверху, они уже привыкли сидеть как феодалы и свои интересы ставили выше интересов всего народа и всей страны. Особенно это сильно проявлялось в республиках, союзных республиках. Там даже с распадом Советского Союза там даже наследственные они стали. Как в Азербайджане, значит, сын генерального, главного, первого секретаря республиканского горкома партии, он стал потом президентом. И в других тоже местах. То есть они еще на феодальном уровне, вернее, переходили из стадии первобытного общинного, родового состояния к феодальному состоянию. И вот эти феодалы, которые оказались во главе республик, они стали делить между собой власть, богатство, а сейчас еще и делят территорию. Упали скрепы, которые держали Советский Союз. А надо иметь в виду, что переход к рыночной экономике вот во время НЭПа, он пошел, не развил демократию, а наоборот, свернул демократию. Ведь был философский пароход, столетие которого отмечается в этом году, который вывез умных философов из России. Были запрещены все партии, кадеты, меньшевики, запрещены газеты оппозиционные. И это общая закономерность, когда начинается переход к рынку, к рыночной экономике, в странах второго или третьего эшелона экономического развития. Бывают диктатуры, так было в Южной Корее, так было в Боливии, так сейчас имеется в Китае. Там же в Китае диктатура существует. Там развивается рынок, рыночные отношения, позволяется предпринимательство частное, но в то же время очень жесткая, жесткая идеологическая диктатура. Это общая закономерность, а не чья-то тракцит прихоть. И Россия сейчас, чтобы выйти из того серьезного развала, который существует, тоже будет свое время, своеобразная диктатура. И мобилизационная экономика. Без мобилизационной экономики Россия не встанет на ноги. Она будет раздавлена просто. Поэтому взять из опыта Советского Союза можно вот эти жесткие экономические, не только экономические, но и политические методы сохранения страны. Спасибо. Да, несколько неожиданный вариант. Не ожидал я такого от Михаила Леонтьевича Ваейкова. Жесткие мобилизационные механизмы. Хотя, ну, что сказано, то сказано. Свою позицию я сформулирую чуть позже. Пожалуйста, кто хотел бы еще включиться во второй тур нашего разговора? Так, вот, наверное, Людмила, потом Андрей Колганов. Спасибо большое. Очень интересное сегодня обсуждение. Спасибо. Очень интересное обсуждение. Спасибо всем большое. Я хотела бы сказать пару слов о том, был ли Советский Союз империей. Сейчас это очень модно. Не то, что это модно. Это, видимо, объективно востребовано, потому что общество хочет видеть после того, что было на протяжении этих 30 лет сильное государство. И, конечно, на той же площади, на той же территории, когда был Советский Союз. И вот эта имперскость, она неизбежно возникает, но имперскость всегда развивается на основе какой-то национальной, все-таки националистической даже идеи. Я не встречала ни одной империи, где был бы интернационализм. Но в Советском Союзе был интернационализм. Причем это сказалось, я говорила о том, что культура была всемирная. «Белый пароход» – фильм по работам Чингис Айтматова. Это произведение всемирной культуры уже. И «Первый учитель», «Белый пароход». Я назову другие произведения. Посмотрите, «Метрополии» в империи никогда не заинтересованы в развитии своих окраин, сохраняя за ними положение сырьевых придатков для обогащения своего ресурса как «Метрополии». А в Советском Союзе развивались национальные школы. Причем, что интересно, по решению Ленина не было обязательным введение государственного языка в школах. Преподавание шло на национальных языках. Это поощрялось всяческим образом. Развивались свои художественная культура. Какие появились школы вокального, хореографического искусства в республиках, в азиатских республиках Советского Союза. Это же школы, которые составляют достояние сегодня мировой культуры. И в каждой республике была своя киностудия. Поэтому говорить о том, что СССР был империей, невозможно. Потому что ресурсы бросались на развитие культуры, образования, научных школ и так далее. И теперь хотел сказать, что взять от Советского Союза. Любое обращение к позитивному опыту СССР. Как правило, сегодня толкуется, обвиняя тебя в ностальгических настроениях. Но ностальгическое настроение предполагает, когда ты берешь прошлый опыт, вернее, сегодняшнюю реальность, втискиваешь формы прошлого опыта. Поэтому это все трещит по швам. Но ведь когда-то Ренессанс обратился к античности, чтобы через оптику художественного наследия, культурного наследия античности, рассмотреть перспективы развития уже своего времени. Не случайно понятие перспективы появляется в разработках Дюрера, художника и, можно сказать, ученого. Так вот, перспектива появляется, когда появляется тот человек, который осознается как действующий, развивающийся человек. Вот заслуга Ренессанса, его суть гуманизма Ренессанса состояла в том, что там общество, ну, по крайней мере, общество европейских стран осознало осознало значение Творца как субъекта культуры. До этого субъект, здесь не ааннулировалось субъектное значение Бога в сознании людей, нет, но, по крайней мере, теперь Бог стал товарищем по творческому цеху. Ты творишь, и я творю. Вот эта субъектность, которая была в Советском Союзе, историческая и в сфере истории, и в сфере культуры, она и поразила ту энергию, ту устремленность, а по сути стала центростремительной силы, которая позволила и выиграть, победить фашизм, поднять страну из рояда. Можно ли на рыночной основе поднять была всю эту разрушенную страну? Нет. Так вот, я бы взаимствовала бы от эпохи Советского Союза прежде всего такой императив бытия, как субъектное бытие в обществе, когда люди, решая проблемы, объективно были бы заинтересованы в развитии уже и культуры. И это стало бы основой солидарности людей, вот что позволило бы нам избегать межнациональной конфликта и так далее. Вот за это. Спасибо. Спасибо. У нас такое перемещение некоторое происходит в процессе продвижения к дальнейшим выступлениям. Андрей Колганов хотел включиться в разговор, и, по-моему, Владимир Валерьянович хотел тоже включиться, пока там его с видео нет. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Я хочу сказать исключительно только о том, что мы можем взять из СССР в социализм будущего. Я думаю, что Михаил Ирианович очень узко подошел к этому вопросу, потому что проблема мобилизационной экономики это проблема текущей ситуации. В какой-то ситуации мобилизационная экономика нужна, в какой-то нет. А вот в более широкой исторической перспективе что мы можем взять из опыта СССР? Это в первую очередь опыт функционирования общества в условиях переходных отношений. Опыт сочетания буржуазных, а возможно, сохраняющихся остатков добуржуазных отношений с рождающимися социалистическими социально-экономическими отношениями. И в этом смысле опыт и общественной жизни, и опыт хозяйствования в условиях новой экономической политики играет очень большую роль. Михаил Ирианович правильно подметил, что мобилизационные варианты, они, как правило, связаны с существенным ограничением демократии. Но это существенное ограничение демократии может протекать весьма различным образом. Если в СССР и вообще с переходом к НЭПу политическая демократия действительно была ограничена как за пределами РКП, так и внутри самой РКП, то этого нельзя сказать об ограничении социальной самодельности граждан вообще напротив, по сравнению с военным коммунизмом в эпоху НЭПа эта социальная самодеятельность получила более широкое развитие. Я имею в виду все различные виды социального творчества, в том числе те, о которых говорила Людмила, то есть всякого разного рабочей клубы, творческие объединения, издательства, театры, краеведческие и другие исторические общества, самодеятельные исследовательские организации и творческие союзы. Все это присутствовало в 20-е годы в широчайших масштабах. Это было и в эпоху военного коммунизма, но в эпоху НЭПа это все получило новый импульс. Вот об этой стороне опыта развития того, что сейчас бы назвали структурами гражданского общества тоже забывать не следует. Ну и, естественно, опыт хозяйствования основанный на переходных экономических отношениях или, если угодно, на смешанной экономике. Сочетание плановых методов хозяйствования в условиях широкого распространения рыночных отношений. Вот это то, что, безусловно, будет востребовано в процессе становления будущего социалистического общества. и немаловажное значение, на мой взгляд, имеет то, чтобы опыт СССР был востребован и по части развития самих социалистических производственных отношений, не в их поверхностных или, скажем так, верхушечных формах, а в формах глубинных. те процессы, которые зародились в СССР, но не получили серьезного импульса для дальнейшего развития, в значительной степени угасли, хотя не полностью, и на протяжении всей жизни СССР эти низовые формы социалистических отношений пытались вновь и вновь возрождаться. стихийно значительной стихийно. Я сейчас нахожусь как деменцией. Я имею в виду целый комплекс рабочих инициатив, которые получили широкое распространение в годы первых пятилеток. Именно Россия была первой, Советская Россия, СССР был первой страной, где возникли автономные самоуправляющиеся бригады на производстве. Например, именно в годы первой пятилетки возник целый спектр рабочих инициатив, направленный как раз на формирование самостоятельного участия рабочих в реализации экономических отношений. То есть то, что собственно говоря составляет существо социализма. Социализм это не план спускаемый сверху, это не патерналистское государство, которое выделяет от щедрот своих некие благодеяния всем остальным гражданам в виде там пенсий, пособий и всего прочего. Социализм в первую очередь базируется на том, что сами граждане, сами работники самостоятельно строят свои общественные отношения в процессе производства. И именно первая пятилетка в этом смысле дала нам колоссальнейший опыт, огромный спектр различного рода инициатив, поднятых рабочими снизу. К сожалению, уже в годы второй пятилетки этот опыт почти полностью угасает, хотя, скажем, автономные самоуправляющиеся бригады или хозрасчетные бригады, они пытались возникать вновь и вновь в разных формах промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве вплоть до 80-х годов 20-го века. вот эти вероятно имеющие серьезные объективные корни в тех материальных предпосылках социализма, которые хотя и были недостаточны, но все-таки существовали в СССР, именно здесь надо искать главные базовые фундаментальные основы социалистических производственных отношений. Я повторяю, не в плановом регулировании рыночной экономики, не в стратегическом планировании, сколь бы это ни было важно и сколь бы это не стоило бы обязательно тоже учитывать в социализме будущего. Но главное, на что следует обратить внимание, это именно вот на эти ростки социализма, о которых в свое время Ленин говорил, что социализм творческий, рождается не по приказу, а это есть дело непосредственного почина самих масс. Вот на что нам следует в первую очередь обратить внимание, когда мы будем решать проблемы социализма будущего. «Спасибо, Андрей, я не наблюдал за регламентом, но не потому, что ты мне друг, а потому, что истина дороже, и мне кажется, это были очень важные тезисы, на которые мы не облатили внимание в должной мере в первой части нашего круглого стола, в первой и большей части нашего круглого стола. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово. Ну, коллеги, конечно, я слушаю все это и где-то удивляюсь, где-то огорчаюсь, как мы все по-разному видим нашу историю. И вчера у нас был в Питере тоже конференция, вы знаете, большая, мы как раз занимались первой пятилеткой, и тоже очень серьезные историки, очень серьезные политэкономы, серьезные люди, так скажем, да, но очень-очень по-разному смотрят на самые основные вещи нашей истории. Вот, есть у нас такой разнобой в понимании того, что было, нам очень трудно договориться. Вот это такая ремарка, и вот подумав об этом, я вам послал книжку, у меня недавно вышла книжка, она называется «Русская революция. Ключевые решения». Там говорится о ключевых решениях трех русской революции, которые были приняты главными акторами. Так что посмотрите, может быть, кому-то будет интересно. Там фактура довольно краткая, и там историографические споры, которые идут до сегодняшнего дня. То есть историография вещь такая тяжелая, но если вы ее пропускаете, то понять о том, что было у нас очень трудно. Но это так, ремарка небольшая. По поводу третьего вопроса, ответ, что взять в будущее. Я согласен с Георгием Сергеевичем Бискиным в основном, и в принципе с Андреем Толгановым с его идеями о необходимости учета переходных элементов. Это верно. Борис Суфер Славина хочу ответить. У нас с ним нет идейных противоречий. Я только хотел сказать, что Сталин выполнял программу Ленина, программу партии, и не учел, что после гражданской войны она была нереальной. Ленин его поправил, но поправил поздно, только тогда, когда проблема встала, причем очень жестко встала. До этого он ни разу Сталин ничего по этому поводу не говорил. И поэтому здесь элемент такой тактической игры он был. Вещь очень деликатная, и советские историки никогда не писали. Я думаю, это правильно. Андрею Александровичу Сорокину правильно сказал, что причины падения СССР были во многом связаны со сменой поколений. Я хотел бы подчеркнуть, что новое поколение не приняло буржуазных ценностей. Она хотела социализма с высоким уровнем потреблений при сохранении всех социальных гарантий. То есть капитализм в России протащили обманом в результате контрреволюции. Ельцин ни разу не сказал слово капитализм. Никогда в публичной программе. Обратите на это внимание. Мы говорили о радикальной рыночной реформе. Вот было. Слово капитализм впервые сказал Гайдар на пьянке, которую они устроили у нас в Таврическом дворце в январе 92-го года. Когда не выпив уже хорошо, Гайдар поднял тост, давайте выпьем за строителей капитализма. Но это было скрыто. Публично ни ни. Ни одного слова в 92-м году. Так что поколение поменялось. В чем была проблема? Не в том, что они хотели капитализма. Они хотели более высокого уровня потребления. А вот почему они хотели, это другой вопрос, но я думаю, что каждый из нас может сам на него ответить. Спасибо большое. Вообще было очень интересно, конечно, подумывать. Хотя позиции вообще всех участников практически уже знают. Они не раз об этом говорили, что плохо. Мы встречаемся и повторяем одно и то же на протяжении последних десяти лет. То есть продвижения вперед нет? Вот как альтернативы на эту тему? Что такое социализм? Очень резонно. Владимир Владимирович, я бы не сказал, что продвижения нет. И потом есть какие-то вопросы, где действительно продвижения нет. Вот я думаю, что после капитала у Маркса продвижения в области теории стоимости и противоречия товара практически не было. Я согласен. Из этого не следует. Что это устаревшее. Да, согласен. Спасибо всем. На самом деле я как раз думаю, что сегодня прозвучало немало новых аргументов, нюансов и в вашем выступлении, и в выступлениях всех остальных участников. То есть позиции, да, не изменены, но аргументация оттачивается и жизнь многое корректирует. Но в частности позиции Михаила Леонтьевича Ваейкова по поводу мобилизационной экономики и соответствующих политических форм раньше вообще никогда не звучало. То, что касается позиции Калганова, сказавшего о возможности, хотя и по противоречивости развития социализма на индустриальном базисе, полемика по поводу того, индустрия это все-таки базис капитализма или это возможность уже для социализма, ну, немало, да, ваши акценты на том, что империю развалили на самом деле имперцы, то есть еще до даже февральской революции, февральская революция это, по сути дела, констатировала, когда внешние скрепы упали. Тут много новых имею ввиду отвлекся. Кто хотел бы еще включиться с короткими репликами? Давид Беркович и Иосиф Григорьевич, пожалуйста, Давид Беркович. Спасибо. Вот в отношении того, что, ну, это просто краткая ремарка сначала, значит, Ельцин действительно не произносил слова капитализма, зато Хасбулатов где-то в декабре 91-го года так сказать, вот сказал, что мы уходим, надо об этом подумать от социализма, все к этому идет и так далее, и так далее. На очередной сессии Верховного Совета или съезда депутатов, вот это я не помню, короче, это появилось вот уже после краха ГКЧП вполне определенно. Теперь, значит, вот что мы берем в новый социализм или что мы советовали взять тут, так сказать, есть вещи, которые, напрашиваются, ну, так сказать, и те, которые привлекают массы, в первую очередь, это, на мой взгляд, идея социальной справедливости, равенства все-таки, значит, демократии, никуда-то от этого не денешься, социализм критиковали за слабую демократичность и социализм в СССР, я имею в виду, но и свободы вместе с тем, то есть, идея свободы в различных сферах и направлениях, в том числе творческой деятельности, это безусловно, вместе с тем, я бы все-таки не противоставлял так, что вот стратегия не важна, и там взаимодействие рынка и плана это тоже не важно, а вот важно только что сами работники на низовых местах, и это тоже важно, конечно, работники на самих местах, но надо ясно осознавать, что вот эти возможности на своих рабочих местах, они создаются только общим движением, общей совокупности институтов социализма, в которой вот и роль государства, и роль определенных механизмов, так сказать, и рыночных в том числе, и плановых, регулирующих, и вот этих, они несущественны, но вот эта идея, что, так сказать, у нас не будет общества управляющих и управляемых в будущем при социализме, вот это, мне кажется, утопическое, к сожалению, она останется, это вот это деление еще на века, по-видимому, даже, так сказать, ну, не профессиональное может быть закрепление, но факт, то, что, ну, вот, порядка 10% людей активны, вот, в части управления, готовы этим заниматься, у них есть соответствующие способности, это, к сожалению, не так часто встречается, ну, то есть, я хочу сказать, что здесь нужно подходить, ну, гармонично, что ли, не отказываясь ни от чего, ни от того, ни от другого, спасибо большое. Спасибо, Давид Беркович, единственное, по поводу, по поводу отделения на управляющих и управляемых, вы знаете, еще совсем недавно в России 90% людей категорически не хотели ни читать, ни писать, ни заниматься вообще чем-либо подобным. Можно ли было на этом основании сделать вывод, что так будет всегда или так будет продолжаться веками? Это, ну, сто с небольшим лет назад еще это было реальностью, да? Так что иногда ситуация меняется и меняется достаточно быстро, в том числе, в том, что касается того, что люди хотят и том, чего люди не хотят. Человек все-таки прежде всего продукт общественных отношений и творец истории, а не просто нечто вечное, неизменное, такое, как сейчас. Ну, это короткая реплика, давайте пойдем дальше. Иосиф Григорьевич Абрамсон хотел включиться в разговор. Иосиф Григорьевич, у вас микрофон выключен. А пока вы включаете микрофон, я хотел еще раз напомнить, в том числе профессору Калашникову, что вот в рамках нашего круглого стола родилась замечательная гипотеза, не знаю уж, кто первый ее придумал, профессор Абрамсон, доктор Абрамсон или кто-то еще, о том, что новое всегда рождается тогда, когда для него еще не хватает предпосылок. Это касается и науки, и многого другого. Кстати, можно еще привести знаменитый пример Циолковского, который тоже придумал трехступенчатую космическую ракету, когда думать об этом было, казалось бы, абсолютно бессмысленным. Вообще, пример ракеты, которая выходит в космос и социализма, который создается, на мой взгляд, очень интересен, потому что здесь и там масса неудачных первых попыток при великой и абсолютно необходимой стратегической линии движения в будущее в необходимом проекте. Иосиф Григорьевич, мы вас пока... Сейчас меня слышно? Сейчас слышно, да, пожалуйста. Значит, я хочу напомнить вот что в самом начале, что когда был спор между Лениным и Сталином на каких принципах строить союз, Ленин сказал, союз, наш союз, который мы должны построить, должен называться союзом советских республик Европы и Азии. И вот это, напомню, не ссылаясь, правда, на Ленина, академик Сахаров в 62-63 годах, когда он говорил о союзе 50-55 республик Европы и Азии. Он не сказал, что это впервые так назвал Советский Союз, как он предполагал его называть Владимир Ильич. Вот это одно из условий Ренессанса, о котором мы сейчас говорим. Вот даже в самом названии должно это быть. Ну и еще один момент. Вот меня поразила первая фраза, с которой начал Ленин свою работу очень большую о автономизации, о национальностях или об автономизации. Первая фраза звучала так. Я, глубоко виноват перед рабочими России. Дальше он рассказывает, как он не смог преодолеть сопротивление Сталина, который отказывался от недопущения автономных республик в составе Союзных республик. Вот это все Ленин рассказывал, говоря об этом, адресуясь Каменеву, Бухарину и так далее, но адресуясь при этом кмассы. Эта работа, как мы знаем, была в спецхране очень долгое время. Вот, собственно, все. Поэтому я считаю, что нам нужно вернуться к тому названию, которое было впервые произнесено Владимиру Леонидовичу. Хорошо, спасибо, Илья Григорьевич. Я думаю, что вообще идея собирания в Союз непризнанных государств, которые сейчас появились, или тех государств, которые будут появляться, не обязательно их все включать в Россию, их можно включать в Новый Союз, где Россия будет одним из государств, и где столица будет то в одном, то в другом государстве. я позволю себе одну реплику. Некоторое время назад, когда, много лет назад, когда говорилось о все-таки развитии Союза независимых государств СНГ, когда он еще не почил в БОЗе де-факто, я высказал идею о том, что лучше чего столице на первом этапе сделать Кишинев, поскольку он отчасти проукраинский, отчасти прорусский, отчасти пролатвийский, отчасти проевропейский, а по менталитету и цыганскому настрою, наверное, кавказский или азиатский, да? Да, и в Молдавии получил огромный резонанс на самом деле. Ну и вряд ли кто-то будет считать, что Кишинев это диктатор по отношению к России, Украине, Белоруссии, Казахстану или кому-то еще. И вы знаете, это была не шутка, это был просто взгляд, как это может быть сделано. Извините, я опять немножко увлекся и свои права модератора несколько расширил. Так, кто у нас еще хотел бы, Георгий Сергеевич Бискин хотел бы еще ответить. Несколько слов, если можно. Меня слышно? Да, Георгий Сергеевич, вас слышно. Я бы хотел поддержать Давида Берковича в отношении перспектив коммунистического общества. Мы это почему-то проблемы совершенно не обсуждаем. Каким должно быть действительно, ну хотя бы на первых тадиях коммунистическое общество. Георгий Сергеевич, я позволю тебе еще раз вмешаться. Есть такая партия, есть такая статья в альтернативах, что такое коммунизм, есть лекции на YouTube-канале, что такое коммунизм. Так что мы уж не совсем далеко ушли от всего этого. Я плохо это изучил, скажем так. Извините, это я так. Это действительно одна вещь. Там сохраняется структурирование общества. Это очень важно. В этой структурировании неизбежно будет свой людей, которые занимаются управлением, согласованием, скажем так, всех задач. Будет свой людей, которые будут заниматься наукой, это параллельный, другой совершенно мир. В общем, там возникают новые категории. И вообще вот как раз изменение характера самой классовой структуры при переходе от эксплуататорского общества к обществу безэкономических классов, это большая революция, в которой все меняется. Общество начинает жить совершенно по-другому. В одном, другие свои, другие категории, другие отношения. Часто очень даже антагомистические, если только это слово можно употреблять в данном случае. Ну и вот я думаю, что даже я не предвижу такого вообще варианта, когда не будет управляющих. Они будут. Другое дело, что они не будут пожизненными, они не будут, конечно, ничего настреливать, они будут просто людьми, которых уполномышлены, которым приятно этим заниматься. Это собачья работа вообще-то, по-разтоящему. Поэтому, наверное, ценить людей, которые хотят заниматься. Все, больше ничего не будут добавлять. Спасибо большое. Вообще, вот, Людмила тут рядом и говорит о том, что нам надо немножко по-другому строить работу редколлегии и почаще проводить такого рода круглые столы, поскольку я для себя очень много что обрел, законспектировал и выучил. Так, буквально выучил, а не фигурально. По-моему, практически все вы включились в разговоры из тех, кто поднимал руки. Если никто не настаивает, то я позволю себе несколько уже своих реплик. Ну и поскольку модератор, возможно, имеет некоторые привилегии, как тот, кто больше всех работал. Вот только что Георгий Сергеевич сказал, что управлять это сложная штука, но я не управлял, а модерировал. Кстати, идея государства как модератора очень интересная идея для перехода от государства как властителя к государству как отмирающему феномену. Итак, давайте начнем с того, что взять в будущее. И я бы выделил два вопроса, что взять в будущее для СССР и что взять в будущее для Российской Федерации в современных условиях. Ну или для любой другой страны, которая начнет двигаться по социалистическому пути. Я обращаюсь в данном случае уже к зрителям и читателям. Наверное, хорошо знаете, что в Латинской Америке в ряде стран победили движение с очень символическим именем. Движение к социализму. Вот в Боливии и не только Боливии. Гондурас, если я не ошибаюсь. Итак, мне кажется, что для социализма будущего принципиально важен опыт общекоммунистических начал, общекоммунистических основ, которые развивались в Советском Союзе. Термин «общекоммунистические начала» или «основы» был развит в советской политической экономии, частично в меньшей социальной философии, в научном коммунизме и так далее. Особенно активно это развивалось в рамках Цоголовской университетской школы политэкономии. Сейчас несколько неожиданно для меня его в несколько таком упрощенном виде воспроизвел Тюлькин и ряд других ученых такой уже радикально-коммунистической ориентации, что он у меня произвел хорошее впечатление, упоминание об этих основах, хотя мне показалось, что они уж очень упрощенно сформулировали по старому учебнику даже Цоголовскому. Итак, первое. Это приоритетное развитие в Советском Союзе производительных сил, которые нужны для продвижения к коммунизму. Индустриализации не по капиталистически, а, я не боюсь этого слова, по коммунистически. В частности, путем создания единого народно-хозяйственного комплекса с приоритетами, обеспечивающими социальный прогресс, а не чисто экономическую эффективность. Несколько неожиданный поворот, да? Второе. СССР в 50-х, конца 50-х, 60-х годов с постепенным, к сожалению, угасанием этой тенденции. Это развитие, приоритетное развитие науки, искусства и образования. Об этом можно судить даже по увеличению доли расходов государственного бюджета. Это была большая часть, абсолютно большая часть экономики. Средства шли через государственный бюджет. Итак, приоритетное развитие тех сфер, где человек был занят творческой деятельностью, то есть трудом коммунистическим по своему содержанию. Да, учитель, балерина и ученый заняты массой рутинной деятельности, но смысл их деятельности это не 8 часов работы у Лановой в репетиционном зале, а балет, может быть, раз в неделю, когда она создает гениальное творение и люди получают катарсис, в том числе она сама. Вот это тоже очень важный аспект, особенно для современного общества, где люди, которые, по идее, должны заниматься творческим трудом, в структуре работников занимают от 35 до 50 процентов в наиболее продвинутых технологическом отношении стран. Эта статистика очень хорошо известна. У меня сейчас выходит на защиту кандидатской Тамара Степанова, собравшая кучу данных на эту тему. Я еще раз это хочу подчеркнуть. Советский Союз вышел на уровень вот этих 35-40 процентов 40 лет назад, по большому счету 50 лет назад. За эти 50 лет мы могли бы перейти к обществу, где люди, которые могут и должны заниматься приоритетным творчеством, могли бы составлять большинство. Вот это очень важный аспект, и это не романтизм, это современные производительные силы. Другое дело, что, конечно, творческий человек может быть организован и по-капиталистически, здесь звучало это в рамках круглого стола, но точно так же, как производство металла и даже станков вполне могло осуществляться крепостными работниками. И для России, Российской империи 18 века это было правило. И даже с некоторым успехом демидовские заводы. Но из этого не следует, что промышленность должна основываться, это не имеет социально-экономическую форму, крепостного труда. Очень важно о развитии общекоммунистических начал в экономике. И здесь действительно планирование, причем демократическое планирование, это то, о чем говорил Андрей Колганов во второй части выступления, то, о чем говорила в другом контексте Людмила, это принципиально важный момент. Но хочу напомнить и те простые вещи, о которых нам напомнил профессор Калашников, которые мы в силу их очевидности как-то потеряли. Спасибо вам за критику экономистов и политэкономов со стороны историк. Это ситуация, когда люди реально присваивают и получают свое личное пользование общественные блага на некапиталистических основаниях и нефеодальных основаниях. Да, в СССР были и капиталистические основания, хотя и не очень значительные в сфере получения благ, и отношения иерархические, патриархальные, например, привилегии номенклатуры или ведомственный принцип общественных фондов потребления. Но главная линия, которую мы можем взять в будущее, это то, что необходимы блага, присваиваемые всеми на равных основаниях, а все остальное в сфере распределения по труду. Именно эти отношения взяли на вооружение и используют до сих пор, хотя все меньше и меньше, наиболее развитые страны мира, где господствует капитализм. Пресловутые бесплатные образования, здравоохранение, снижение социального неравенства и так далее. Следующий компонент, который из этого вытекает, это солидарность. И все это становится материальной базой того социального творчества, которое в упор не хочет видеть Михаил Ильинич Ваеков. Вообще социальным творчеством очень интересный феномен. Человек, который прошел через школу самоуправления, скажем, Горбачевской пары, через участие в организации или поддержке оккупационных забастовок, через хотя бы создание ассоциации ученых и так далее, этот человек как-то очень легко воспринимает идею социального творчества. Человек, который сидит у себя в кабинете и категорически не хочет в этом участвовать, или реально участвует, но делает вид, что он тут ни при чем. Вот как Михаил Ильинич Ваеков, который 30 лет занимается социальным творчеством в Редколлегии Альтернатив, бесплатно и на сугубо коммунистической основе. Вот это очень важно. Понимаете, для общества веда включенность социального творчества то же самое, что для физика участие в эксперименте. Вот не знаю, если Григорьевич согласится или нет. Это практика, которая критерий истины. И без этого невозможно. Вот поэтому на этой базе формируется то самое социальное творчество, которое очень плохо заметно, но которое было и даже в период перестройки те же шахтеры. Я участвовал в съезде независимых шахтерских организаций в Новокузнецке. Хочу напомнить, что ключевые лозунги этого съезда были следующими. Мы хотим, чтобы рабочие были хозяевами своих предприятий и шахтеры в первую очередь. Мы хотим, чтобы мы могли реально участвовать в управлении не только нашими шахтами, но и угольной отрасли. Мы хотим, чтобы у нас в стране была социальная справедливость и не было тех, кто живет в элитных квартирах и тех, кто живет в бараках. Мы хотим капитализма. Вот последний вывод был абсолютно замечательный. И когда Бузгалин выступал на этом съезде и рассказывал про то, что такое коммунизм, из зала раздались реплики. А вот такой коммунизм мы хотим. Хотя я говорил то же самое практически, что говорили они, только немножко с другими теоретическими формами. Вот это принципиально важно. Так же, как и съезд представителей союзов трудовых коллективов про эту часть перестройки часто забывают. Это было тысячи человек со всего Советского Союза, причем представляющие реальные более или менее в разной степени реальные органы самоуправления преимущественно научно-производственных объединений. То есть самых передовых сфер, где материально-техническая база капитализма перерастала в материально-техническую базу социализма. Очень важный компонент это те элементы базисной демократии, которые были в СССР и которых нет или очень мало даже развитых капиталистических странах. Я бы сказал, даже не столько демократии, сколько свободы в позитивном смысле, не свободы от, а свободы для. Я позволю себе для разрядки напомнить анекдот брежневской поры. Встречается американец и советский товарищ и говорят, где реально есть свобода. Американец говорит, вот я могу выйти перед Белым домом и сказать, что президент Америки сукин сын. Вы, советский человек, можете выйти и сказать перед Кремлем, что Брежнев сукин сын? Ну и два варианта ответа. Вариант диссидентский. Я тоже могу выйти перед Белым домом советский человек и сказать, что президент Америки сукин сын. А вариант такой не диссидентский. А ты, уважаемый американец, можешь прийти к директору своего предприятия и сказать, что он дурак, сволочи, несправедливо дал квартиру по блату. Николай говорит, нет, меня тут же выгонят с работы. Советский мужик говорит, а я могу. И только что это сделал. Вот эта реальная низовая возможность практической позитивной свободы в области социальных прав – это очень серьезная штука. И в этой связи я хотел бы напомнить фразу, которая прозвучала сейчас недавно в марксистском пространстве. Прошел семинар с очень хорошей темой. Борьба за свободу стала абсолютной необходимостью. Вот эта диалектика мне показалась принципиально важной, и она принципиально важна для сегодняшнего дня. И в этой связи я думаю, что разговор о том, вот постановка вопроса Воейкова только через мобилизационную экономику, сильной, авторитарной, по-моему, даже так прозвучало, властью есть путь для России. Я с этим не согласен. Путь для России как раз, и я перехожу к урокам для сегодняшней нашей России, это как раз использование наиболее важных достижений Советского Союза и в области экономики и социальной сферы. Потому что если у нас будет продолжаться такое же социальное неравенство и расслоение, во всем, включая наличие или отсутствие необходимости и типа мобилизации в армию, когда у нас будет сохраняться отчуждение человека от любых реальных экономических достижений, большинства людей от экономических достижений страны, и перекладывание на их плечи всех проблем экономических и социальных стран. Я думаю, сильное государство, способное противостоять действительной агрессии во внешней сфере, просто невозможно. Только на авторитарных методах купе с капитализмом, да, можно какое-то время развиваться, могут продержаться там годы или, может быть, 10-15 лет такого рода режимы, но это очень жестокий и в конечном итоге тупиковый путь, в том числе и для Латинской Америки. Как эти примеры Латинской Америки это показывают. Вот в этой связи, мне кажется, без решения, принципиального решения проблем на пути движения к социализму, будущего у России сейчас нет. Ни в экономическом, ни в социальном, ни во внешнеполитическом плане. Мы либо предложим всем тем, кто может быть нашими потенциальными союзниками, другую модель организации экономики, общества, культурной жизни. Мы дадим людям альтернативу, американской модели, альтернативу в области организации производства и занятости, в области справедливости и распределения благ, в области включения в реальные, неформальные политические права, в области культуры. Либо нам скажут, а что вы, собственно, предлагаете вместо того, того, что было у нас до этого. Боюсь, что ответить будет особенно нечем. Поэтому сейчас повестка дня движения к социализму становится как никогда актуальной. Это точно так же, как вопрос о выходе из Первой мировой войны. С Первой мировой войны для России выход был один. В революции. По-другому только продолжение этой страшной бои. Кто бы в ней проиграл, а кто выиграл, не знаю. Скорее всего, проиграли бы все. Еще страшнее, чем в реальной истории. И с гораздо более быстрым образованием фашистских государств. И боюсь, не только в Италии, Испании, Португалии и Германии. Но и на Востоке тоже. Не хотелось бы заканчивать на пессимистической ноте, и поэтому закончу на оптимистической. Вы знаете, сейчас при всех очень глубоких трудностях рождается, и вот об этом Людмила много говорила, но, к сожалению, не сегодня, новый тип человека. Человек, который вновь начинает думать о стратегии, о больших целях, о справедливости, о свободе, о интернационализме. Иногда даже облекая его в националистическую форму. Потому что очень часто русским миром называют, на самом деле, мир солидарности, справедливости и интернационализма. Вот это один из парадоксов. Просто в качестве какой-то альтернативы тому, что он называется капитализмом, тому, что люди часто называют американской моделью. Американская модель – это такая наиболее гнусная и жестокая, наверное, хотя и активно развивавшаяся, шаяся – модель капитализма. В этой связи просто позволю себе слова, которые я когда-то говорил на Московском экономическом форуме задолго до, даже, по-моему, 2014 года, предложив модель СССР, но не уже социалистического Советского Союза, а движущегося хотя бы в направлении все большей социализации. СССР, который обозначает свободу как позитивную свободу, реальную возможность иметь реальные права и бороться за эти права. СССР как второе С – солидарность, третье С – справедливость, ну и развитие, а не просто рост в чисто экономическом смысле слова. Продвижение в этом направлении будет, кстати, решением проблемы нашего спора с умеренными рыночными социалистами, такими, как Дэвид Беркович и Пштейн. Да, безусловно, и рынок, и капитализм, и частная собственность, и мещанин, и неравенство. Но чем дальше, тем меньше. Если мы не ставим вектор «чем дальше, тем меньше» по мере реальных достижений, то вместо движения вперед мы получим движение назад, к новому либерализму, а то и фашизму. Поэтому вперед, вперед к СССР. Спасибо. Пусть присылают темы, какие можно. Так, друзья, сейчас мы закончили круглый стол, но у меня есть две реплики дополнительных. Первое. У нас, по-моему, получился очень интересный разговор. Если вы думаете так же, то присылайте темы для новых круглых столов. Будем вот так же собираться. Может быть, все-таки как-то и очно, а не только заочно. Но даже заочно, по-моему, получается очень интересно. Это раз. И тема номер два, который… А, тема номер два. Я говорил, просто хочу напомнить еще раз. В конце ноября мы планируем второй московский марксистский форум. Подготовка уже началась. Философский факультет дал добро на проведение этого форума на базе этого факультета. Московский финансово-юридический университет МФЮА согласились тоже поддержать этот форум. Ну и команда из дюжины молодых ребят готовы на энтузиазме все это организовывать. К вопросу жизненности коммунизма в современных условиях. Поэтому я обращаюсь к профессорам с предложением тоже и дальше быть коммунистами и поучаствовать в меру сил в подготовке этого форума, в частности, путем привлечения к нему людей. Как только вы получите информационное письмо, пожалуйста, напрягите все свои связи, знакомства, друзей и постарайтесь по максимуму пригласить интересных людей, марксистов, околомарксистов, близкомарксистов, ну или хотя бы просто порядочных ученых, серьезных, к участию в этом мероприятии. По итогам, как всегда, будут публикации в нескольких центральных журналах, книга и видеоматериалы и многое другое. Всем огромное спасибо. Я сейчас перезапишу начало, поскольку у нас немножко по-другому пошел разговор. Всем до свидания. Если есть вопросы ко мне или друг к другу, давайте сейчас еще две минуты останемся в интернет-пространстве. А стенограмму будем делать, Александр Владимирович, для журнала-то? Будем. Вот Александр Владимирович денежки заработает, и будем делать стенограмму. Вы извините за практический вопрос, но… Нет, я беру это на себя. Давайте только… Тогда другой вопрос. Поднимите руки, кто готов расшифровать свои выступления. Калганов, Калашников. А как их расшифровывать? То есть надо запись? Вы пришлете запись? Да, мы пришлем вам видеозапись, и вы сидите и сами себя расшифровываете. Реферансный я тоже, конечно. Значит, Булавка, Калашников, Абрамсон, Калганов, Биски. Борис Федорович, вы себя расшифровывать будете? В каком смысле? Вот вам пришлась видеозапись, а вы из этого сделаете текст. Вы согласны? Ну, ради бога. Я даже скажу, чем я закончу. Я закончу возвращением к Розе-Лексембурге, которая говорила о социализме или варварстве. А сегодня мы должны смотреть в глаза правде и сказать, социализм или конец человеческой цивилизации. Спасибо, Борис Федорович. Значит, товарищи дорогие, тогда мы вам пришлем ваше выступление. У нас, правда, получился какой-то разговор. И установим срок. Если не сделаете, тогда будем переходить к материальному стимулированию, но это будет очень грустно. И стимулированию не вас, а кого-то из мальчиков, девочек или, наоборот, пенсионеров, кто это делает, но за денежку. А когда вы издадите? Завтра. Александр Владимирович, один нюанс, можно задать вопрос? Обычно, когда переделываешь текст, то есть то, что наговорил, хочется подшлифовать. Это, во-первых, а во-вторых, хочется еще что-то добавить. Вот сейчас Борис Федорович добавил Люксембург. Ну, добавляйте, что с вами делать, дорогие профессионалы. Я понимаю, я не про себя. Потом мы же выложим, как я понимаю, в Ютубе эту штуку, запись, и начнутся замечания, что вот там говорил одно, тут пишешь. Нет, мы напишем, что это отредактированное, авторское место. У кого-то есть возражение против того, чтобы разместить на Ютуб-канале «Альтернативы» наш круглый стол, нарезав его там на несколько частей? Потому что обычно больше 40 минут народ не смотрит, а мы с вами проговорили 3 часа. Да, уже. Поэтому, наверное, будет как минимум 3, а скорее всего 4 части, может быть, 4-5 частей. Так, есть возражения у кого-то? Кто будет сокращать? Нет, ну мы выложим все, пусть люди смотрят. Обычно там просмотров конференций не очень много. Минимум 200, максимум 800. Ну, по-моему, не такой плохой результат. Простите, Александр, вы, так сказать, расшифруйте. Вы завтра пришлете что? Видеозапись. А, видеозапись. Ну, точнее, ссылку на видеозапись. Вот Ольга Владимировна Борошкова, кстати, мы не сказали ей огромное спасибо. Ольга сейчас помогает, ведь коллеги «Альтернатив» активно, и раздумывает, входить в нее или нет пока, но делает уже очень много. В частности, она помогла организовать вот нашу встречу, ссылку, зум, запись. И, Ольга, вы согласитесь прислать участникам круглого стола ссылку на видеозапись завтра или послезавтра, как у вас получится? Да, я всем отправлю. Ну, вот такие товарищи дела. То есть там будет весь круглый стол, и находите себя там сами, хорошо? Понятно, да? То есть мы пришлем всю запись трехчасовую, а вы выберете себя в этой записи расшифровать. Срок давайте установим три недели, потому что нам надо это в четвертый номер, и это самый предельный срок. То есть это реальный, никаких отодвиганий не будет. Александр Владимирович, а можно эту запись на несколько кусков сделать, чтобы не скачивать все там три часа? А это не скачивать, это будет висеть где-то, и вы кликаете просто в любой момент, войдя в интернет. Ну, хорошо. Ну, может быть, там просто у вас будет скачивать. Если разрезать три куска, так можно скачать. Ну, может быть, Ольга решит, как, но обычно она присылает ссылку, вы кликаете по ссылке, и появляется целиком весь материал, вы включаете в нужный вам момент. Все. А где не надо, проматывайте. Так, еще раз всем огромное спасибо. Вообще, я бы установил срок даже две недели, чтобы нам успеть четвертый номер. По силам за две недели себя расшифровать? Да. По силам. Хорошо. Кстати, Андрей Александрович, вы себя расшифруете, Андрей? Расшифрую. Отлично. Значит, все стараются себя расшифровать по максимуму. Все, друзья, огромное всем спасибо. Людмила тоже машет вам руками. Я нахожусь в привилегированном положении, потому что меня она сейчас будет поить чаем с печеньем. А вы поитесь сами или обращайтесь к своим прекрасным дамам. Всем спасибо, Катей или мужчинам. До свидания. Спасибо. Отличный разговор. Просто гениальный. До свидания. Спасибо вам. Спасибо, Александр Ильич, за организацию. Спасибо. Оля, я пока останусь и сделаю другую запись. Хорошо? Начало.